Эмма Герштейн. Мемуары. Вблизи поэта. В санатории. В первый же день приезда я обратила внимание на одну пару. В столовую вошла молодая женщина с умным лубом, чем-то изысканная. За ней муж с сухим надменным лицом, нижняя губа длиннее верхней, изящный птичий нос, высокий лоб с большими залысинами, седоват. Вероятно, профессор-искусствовед из Государственной Академии Художественных Наук, подумала я. За столом оба внимательно обдумывали меню, совещались, можно ли ему есть печенку. У женщины был тихий, приятный голос. Печенка оказалась жесткой, а профессор совсем беззубым. Он стал что-то нервно говорить официантке, начинал попахивать скандалом. Но жена сидела молча и окидывала обедающих коротким и тайно лукавым взглядом косо поставленных голубых глаз. Ее выпуклый чистый лоб с широкими висками и спокойное молчание придавали всей сцене характер непонятной серьезности. А рабев официантка принесла другое блюдо. Вставая из-за стола, отдыхающие стали обсуждать программу вечерних развлечений. Спросили профессора, не прочтет ли он что-нибудь. Тот ядовит обратился к человеку с круглыми покатыми плечами, но в форме летчика. «А если я попрошу вас сейчас полетать? Как вы к этому отнесетесь?» Все были ошарашены. Тот он стал раздраженно объяснять, что стихи существуют не развлечения, что писать и даже читать стихи для него такая же работа, как для его собеседника управлять аэропланом. Общее настроение было испорчено. Профессор, оказавшийся поэтом, презрительно проворчал еще что-то насчет птижо, а его жена все так же задумчиво смотрела прямо всем в глаза. Происходило это 29 октября 1928 года в Узком, в подмосковном санатории комиссии содействия ученым, КСУ. Правда, ученых в этот мертвый сезон здесь было мало, зато были члены их семей и случайные представители других профессий. Меня отправил сюда на 10 дней отец, московский хирург. Я принесла тяжелую психическую травму и приехала в узкое, в угнетенном состоянии. Мне было тогда 25 лет. На следующее утро мимо меня прошла по коридору та же пара, он чуточку семенящей походкой, держа ее под локоть, а на твердым шагом, несмотря на заметную кривизну ног, до меня донесся обрывок их беседы. По-настоящему я должен вызвать его на дуэль. Слегка подергивая верхнюю губу, говорил Мандельштам. Я уже знала фамилию поэта. Я была уверена, что он хочет драться со вчерашним летчиком, но ошиблась. Вскоре выяснилось, что нервная реплика Осипа Эмильевича относилась вовсе не к обитателям Узкого, а к его конфликту с писателем Горденфельдом по поводу перевода Тиля у Леншпигеля. В санаториях и домах отдыха сходится быстро. 31 октября, в день рождения Надежды Яковлевны, так звали жену Мандельштама, мы были уже знакомы. Она оказалась общительной и затейливой. Ей исполнилось 29 лет. Она шутливо повторяла «один год до нолика». Познакомились мы в библиотеке, она же гостиная, на стенах розетки для радио, но репродуктор отсутствовал, слушали, надевая наушники. Это было любимейшим занятием Осипа Эмильевича. Если бы над ободком от наушников не торчал его хохолок, он был бы похож на женщину в чипце. Это его нисколько не заботило. Он садился на тахту с ногами по-турецки и слушал музыку необычайно серьезно. Иногда сиял, подпрыгивая на пружинах, большую же частью его лицо и даже фигуры выражали внимание и уважение. Я не припомню, чтобы Мандельштам называл когда-нибудь имя исполнителя, но всегда отмечал программу «Сегодня Шопен» или «Иду слушать Моцарта». Ни разу я не слышала от него жалоб на мертвящий тембр механического передатчика. Он был влюблен в радио. Впоследствии я в этом убедилась еще раз, когда Мандельштамы жили в общежитии для приезжающих ученых на Кропоткинской набережной. Гостиная представляла собой квадратную комнату, уставленную по всем четырем стенам диванами без спинок. Одна из приезжих уселась на таком диване, раскрыла книгу и надела наушники. Мандельштам сдерживался некоторое время, наконец выскочил из комнаты бармача что-то, и за дверью послышались его быстрые шаги по коридору и возмущенные возгласы или читать, или слушать музыку. Гражданка ничего не понимала. Казалось бы, она никому не мешает. «Бал — это система», — воскликнула я в парке Узкого, когда наша спутница заговорила о дореволюционной светской жизни. Мое замечание привлекло внимание Осипа Эмильевича. Вероятно, ему было занятнее выслушивать мои рассуждения о социальном и эстетическом значении праздничного обряда, чем воспоминания дамы о балах в дворянском собрании. С тех пор мандельштамы часто гуляли со мной одной. Иосип Эмильевич сказал в предаточном предложении, «Мы все трое такие беспокойные люди», а я приняла эту фразу как знак признания, снидавший меня внутренней тревоги. Надежда Яклина нашла во мне сходство со своей старшей сестрой. Аня всегда ела одна, не могла переступить порог, приходила и уходила по внутреннему зову, который редко ее обманывал. До революции она училась на историко-филологическом факультете, специализировалась по старо-французской литературе. Теперь же существовала на случайные заработки, живя у своего дяди в чела небольшой ленинградской коммунальной квартиры. Надежда Яклина предполагала, что мне Аня понравится. Так оно и вышло впоследствии, когда Анна Яковлевна приезжала в Москву. Я ее полюбила, и она относилась ко мне с доверием. Но все-таки в узком говорилось о психически неполноценной женщине, вышибленной из жизни. Аналогия была не так уж приятна. А Надежда Яклина как будто оказывала мне этим особую честь. Она презирала примитивных людей, предпочитала уклонение от нормы и умела угадывать их в собеседнике или придумывать. И тем не менее, ее сочувственное внимание имело на меня благотворное влияние. Она обладала абсолютной несмущаемостью, и, беседуя с ней, я постепенно избавлялась от присущей мне скованности. Иногда Надежда Яклина отказывалась выходить с нами в парк, потому что любила игры, в которых Осип Эмильевич не принимал участия. Шахматы, бильярд. В таких случаях мы гуляли вдвоем. От его замкнутости и неприветливости, каким он показался мне в первый день в столовой, не осталось и следа. Осип Эмильевич был склонен к шутке и любопытен к маленьким происшествиям санаторной жизни. А их было достаточно, потому что в доме господствовал монастырский устав. Взрослым людям приходилось ставить у дверей сторожевого, чтобы директор не застал их танцующими фокстрот или выделывающими изумительные коленца Чарльстона. Эти танцы были запрещены. Петь французские песенки не было преступлением. Я, например, так разошлась однажды, что спела под рояль мою любимую французскую песню, ту самую, мелодия которой вскоре стала лить мотивом в новых временах Чарли Чаплина. А какая-то переводчица с французского подхватила знакомую песенку и исполнила вдобавок еще несколько парижских шансонеток. Тут администрации возразить было нечего, так как в инструкциях такой пассаж не был предусмотрен. Но все-таки было бы спокойнее, если бы больные пели хором «Славное море, священный Байкал» или «Реветостогна, Днипр широкий». Обо всех подобных событиях я докладывала Осипу Эмельевичу. Мои внешние впечатления вообще были богаче, чем у Мандельштамов, потому что я жила в общей палате, а они занимали отдельную комнату. Оживленные расспросы Осипа Эмельевича навели меня на сравнение его с некой тетушкой, которая уже не выходила из дома, но узнавала ежедневные новости о жителях Комбре от своей старой служанки. Смотри, Марсель Пруст в поисках утраченного времени. Мандельштам охотно откликнулся на мои слова, и мы несколько дней играли в тетю Леонию и Франсуазу. Заболела Надежда Яковлевна. Целый день Осип Эмельевич был в тревоге и хлопотах. Но как только диагноз был поставлен и было назначено лечение, плюс постельный режим, мои послеобеденные прогулки с Осипом Эмельевичем возобновились. Возвращаясь, я рассказывала Надежде Яковлевне о деспотизме ее мужа. Он не мог себе представить, чтобы я свернула не в ту аллею, которую он наметил. — Он обращается со мной, как с шофером, — жаловалась я. — Указывает направо, налево, прямо. И мне остается только молча повиноваться. Этот шофер тоже вошел в наш шуточный ритуал. Однако беседы наши не ограничивали шутками. Я искала утешение и, вероятно, откровенничала. Думаю, так, потому что финалом одного такого душевного разговора был мой вопрос. Правда, я несчастна? А Осип Эмельевич так внимательно, серьезно на меня посмотрел и сказал, «Да, вы несчастны. Но знаете, иногда несчастные бывают очень счастливыми». Впоследствии, на протяжении всей моей жизни, я только и делала, что убеждалась в правильности этого афоризма. Знакомство с Мандельштамом сыграло таким образом для меня роль посвящения в другую жизнь, где все мирится по особому счету. Первоначально, однако, наши разговоры принимали какое-то фрейдистское направление, вертелись вокруг эротики. «Первое, о чем вспоминаешь, когда просыпаешься утром, как сказал Мандельштам». Речь шла об истоках его восприятия жизни. Он сказал, что ничто так не зависит от эротики, как поэзия. Я перебила его. «А музыка? Разве она не связана с эротикой? Почему именно поэзия? Потому что я имею некоторый опыт в этом деле», — желчный ответил Мандельштам и внезапно остановился пораженной догадкой. «А вы читали мои стихи?» «Нет». Он рассердился ужасно. Я стала оправдываться. «Но я знаю, мне говорили, что в царском селе живет такой замечательный поэт. Мы там давно не живем. Все восхищаются вашими новыми стихами. Какие новые стихи?» «Но кажется, только что вышла ваша книга», — растерялась я. «Там нет новых стихов. Я уже много лет их не пишу». «Пишу?» «Написал. Прозу!» Гневно кричал Мандельштам и, задыхаясь от раздражения, бросил меня одну на пустынной аллее. В сгущающихся сумерках я следила, как он удаляется от меня, своей странной шаркающей походкой выворачивая носки. Он почти бежал, минуя дорожки, спотыкаясь и проваливаясь в грязь, пока не уткнулся в полуразвалившийся забор и прислонился головой к перекладине. Позади меня осветились окна здания санатория. «Как я вернусь туда одна?» «И что я скажу Надежде Яковлевне?» С конфуженной и озадаченной я сидела на скамейке. Тем временем медленным и спокойным шагом ко мне приближался Осип Эмильевич. Он сел рядом со мной, глаза его лучились сквозь длинные ресницы, и он стал меня расспрашивать. «Ну как вы себе представляли этого Мандельштама? — Серьезный человек? С большой бородой, да? Выходит из дворца?» Особенно его смешила выдумка о бороде, которую в те годы не носил никто, кроме старомодных профессоров. Мы мирно вернулись в дом, но вечер Надежда Яковлевна все-таки спросила меня, «О чем это вы разговаривали с Осипом Эмильевичем?» Я отчиталась, как могла. «Он просто флиртует с вами, отрезала она, не знаю. Я вспомнила, как он мне сказал, не без досады, я бросаю вам мячики, а вы не ловите их». Почему-то Осип Эмильевич во время этих прогулок неоднократно возвращался мыслями к Ларисе Рейснер. То вспоминал эпизод бывший, кажется, еще до его женитьбы, когда он зашел за ней, чтобы ехать вместе в маскарад, а горничная объявила, Лариса Михайловна жабу гладит. В 60-е и 70-е годы я не раз читала в мемуарной литературе о Мандельштаме тот же анекдот про жабо, но в других вариантах. Откликаясь на какие-то мои рассказы, Мандельштам однажды протянул по-гусарски «Лариса Рейснер тоже была тяжелая артиллерия». От Надежды Яковлевны я уже знала, что он имел в виду. Роман «Лариса Рейснер с Николаем Гумилевым». Осип Эмильевич говорил, что она была гением бестактности. Однажды, уже будучи женой Федора Раскольникова, она присутствовала на дипломатическом приеме. Вошел какой-то французский лейтенант. Он был так красив, что Лариса Михайловна обомлела, встала и шагнула ему навстречу. Так стояли они друг против друга в замешательстве, оба красивые. «Но у нее была безобразная походка», — заметила я. «Что?» — удивился Осип Эмильевич. «У нее была танцующая походка. Задумчиво и серьезно глядя вдаль, как он делал всегда, когда искал слово для определения, он добавил, как морская волна». Мы пошли в кооперативный магазин за папиросами и вышли на шоссе. В это время года я никогда не бывала за городом. Я остро воспринимала не только темные пруды и аллеи осеннего парка с таинственно светящимися окнами бывшего господского дома, но и беспорядочно растущие оголенные деревья, низкий серый горизонт, редкие домики по краям дороги. Мне хотелось, чтобы Осип Эмильевич разделял мое настроение. Но нет, слякоть, уныние, убогие здания, бесцветные физиономии встречных, он ненавидел все это. «Я горожанин», — заявил он. Одна из моих соседок по палате, молодая женщина, но такая устала, что после завтрака снова ложилась в постель, как-то в гостиной обратилась к Осипу Эмильевичу. «Расскажите о Гумилеве». Я думала, он рассердится, отнесется к ее просьбе, как к пошлому любопытству, нисколько. Он описал свою встречу с Николаем Степановичем где-то в пути, чуть ли не на железнодорожной станции. Я с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтила его память, но почему-то не запомнила ни одного слова из рассказа Мандельштама. Помню только тон любви и уважения, каким он говорил о поэте-друге, и заключительную фразу «Это была наша последняя встреча». Приближалась 7 ноября, 11-й годовщина Октябрьской революции. Я была довольна, что нахожусь здесь, а не в Москве, где все уйдут на демонстрацию, а на меня будут косо смотреть за то, что я осталась дома, а в какой колонне мне надо было идти, ведь я бросила работу, несмотря на грозившие мне неприятности с биржей труда. Представил эту невозможность увидеться с кем-нибудь, так как трамваи не ходят, а улицы запружены демонстрантами, и их песни, и подкидывание товарищей воздух на вынужденных остановках шествия. Я не умела так. В узком юбилейный вечер прошел в скромных масштабах. Насколько мне помнится, актеры не приезжали, а в большом зале, куда нас всех созвали, был поставлен радиоприемник. Мы слушали передачу торжественного собрания, вероятно, из Большого театра, официальную речь, а затем праздничный концерт. Трудно передать, как он взбудоражил Осипа Емелевича. «Благотворительные вечера, декламация, толстые певицы прямо из девяностых годов, одни и те же оперной арии», — Мандельштам почти кричал. И один молодой архитектор удивленно обращался к присутствовавшим. «Я не понимаю, почему Мандельштам так волнуется? Он же не служит в реперткоме!» На следующий день, придя к обеду, мы увидели добавочный стол, парадно накрытый. Отдохнуть на празднике съехалось много ответственных товарищей. Странно было видеть среди этих солидных фигур изящного брата Надежды Яковлевны, сдержанного с холодным блеском зеленокарих глаз, тоже с косым разрезом и безукоризненными манерами. Как он чистил грушу своими тонкими руками с длинными пальцами. Ему не досталось места за нашим столом из-за большого съезда гостей. А у нас было веселее, шла болтовня. После обеда Осип Эмильевич сказал мне, что я напрасно так не уверена в себе. «Вы хорошо защищаете свою правоту, и расстояние между собой и собеседникам даете почувствовать». Чисто мандельштамовская постановка проблемы поведения. Известно, какое глубокое истолкование давал поэт понятию внутренней правоты. И как часто его уязвляло отсутствие должной дистанции между ним и случайным собеседником. Недаром в авторском отступлении египетской марки мандельштам восклицает, «Господи, не сделай меня похожим на Парнака». Напарнака, презираемого швейцарами и женщинами, принадлежащего к числу неугодных толпе лиц. Подобная несовместимость была в высшей степени свойственна самому мандельштаму. Его импульсивность не всегда раскрывала лучшие черты его духовного облика, они редко и худшие, даже не личные, а какие-то родовые. При впечатлительности и повышенной возбудимости мандельштама это проявлялось очень ярко и часто вызывало ложное представление о нем, как о вульгарной личности. Такое отношение допускало известную фамильярность в обращении, но он же знал, что его единственный в своем роде интеллект и поэтический гений заслуживали почтительного преклонения. Эта дисгармония была источником постоянных страданий Осипа Емельевича. Я разглядела все это уже позже, когда в течение пяти-шести лет регулярно встречалась с мандельштамами в Москве. Сразу после праздников я вернулась домой, мандельштамы еще оставались в узком. Я к ним приезжала и привезла Осипу Емельевичу для чтения книгу Пруста «Под синюю девушек в цвету» в русском переводе. Застала его в гостиной на такте, в радионаушниках. Не могу понять, что со мной случилось. Мне вдруг стало ужасно грустно. Я почувствовал в нем что-то чужое. Как будто он уводил на какие-то боковые тропинки, причудливые, изысканные. Это было мгновенный приступ отчаяния и сиротства, налетевший на меня как предостережение и также мгновенно забытый. И вот мы гуляем с Надеждой Яковлиной по парку и болтаем. Она оделась по-зимнему, выпал мокрый снег. В ней была какая-то ей одной присущая элегантность спортивного типа. Потом оказалось, что и плоскую кожаную шапку-ушанку с гладким мехом, и коричневатый джемпер она купила в рядовом кооперативе. Теперь уже нельзя себе представить, какие безобразные вещи там продавались, но Надежда Яковлина умела приметить на полке что-нибудь путное. У нее был острый глаз и хороший вкус, так же, как и у ее брата, который носил нитяные перчатки как лайковые и был элегантен в непромокаемом плаще. Когда мы вернулись в дом и вошли в комнату, Осип Эмилиевич лежал на кровати и смотрел куда-то вверх. Рядом валялась книга просто. Мандельштам что-то бормотал, затем послышались отрывистые слова. Наконец он процитировал законченную фразу из Пруста и воскликнул с отвращением. Только француз мог так сказать. Речь шла о натуралистическом описании пробуждения сексуального чувства у юного героя романа. Мы опять пошли гулять, на этот раз вдвоем с Осипом Эмилиевичем. Он продолжал думать о Прусте. «Пафос памяти», — так он выразился. В нем подымалась ответная волна воспоминаний о собственном детстве. Он говорил, обращаясь уже не ко мне, а к прудам. Это были откровенные тяжелые признания с жалобами на тяжелое детство, неумелое воспитание. Его слишком долго брали с собой в женскую купальню, и он тревожно волновался, когда его стекла гувернантка. Он влек меня к прудам, черневшим один впереди другого. Там на берегу он выкрикивал своим гибким голосом взволнованные фразы с законченными периодами, с неожиданными метафорами и недоступными мне мыслями. Это была неудержимая импровизация, обращенная уже не ко мне, а к тому дальнему пруду, и я смутно припоминала, как Пушкин бродил над озером, пугая уток пением своих стихов. В последний раз я навестила Мандельштамов в Узком в день их отъезда. Мы уже сидели с чемоданом в такси, машину потряхивала, и как бы в такт ей раздраженно вздрагивал Осип Эмильевич. Мы не трогались с места, поджидая спутницу, тоже возвращавшуюся домой после лечения в санаторий. Это была та самая женщина, которая расспрашивала Мандельштама о Гумилеве. Ее опоздание выводило Осипа Эмильевича из себя, он бронился, вскрикивая «Счетчик! Счетчик!». Разумеется, она скоро явилась, но недовольство у Мандельштама не прошло. В Москве, когда мы высадили даму у подъезда, она пригласила Мандельштамов бывать у нее. Как только мы отъехали, Осип Эмильевич язвительно заметил. Она воображает, что завела с нами знакомство. Я торжествовала. Знакомство со мной, казалось, завязано прочно. В Москве Мандельштам подарил мне свои книги. Старомодная, как он сам сказал, надпись на египетской марке датирована 20 ноября 1928 года, а сборник стихотворения Надежда Яковлевна отобрала у меня через несколько лет, когда не хватало экземпляра для расклейки, чтобы представить в гихл на предмет предполагаемого переиздания. Я сопротивлялась, но после найденного презрительного замечания «Зачем она вам?» обиделась и отдала книгу. Вероятно, Надежда Яковлевна вырвала и уничтожила дарственную надпись Осипа Эмильевича с ее заключительной фразой «Спасибо за прусто». В Москве Авторские экземпляры книги-стихотворения 1928 года Осип Эмильевич различал по цвету переплета. Сливочное, клубничное, фисташковое мороженое, радовался он. Мне было подарено клубничное, похожее на обложку сборника статей Мандельштама о поэзии, как известно, вышедшего в том же году. Сборник не был еще распродан, я купила его в магазине. Впечатление от чтения потрясающее. Обход XIX века или назад, встроенный, рассудочно XVIII, или вперед в неизвестное и рациональное будущее, наполнял меня апокалипсическим ужасом. Остальные статьи, несмотря на мою недостаточную эрудицию, были близки моему восприятию жизни, всем строем мысли и художественным стилем философской прозы Мандельштама. Я призывала мою давнишнюю подругу со школьной и университетской скамьи разделить мой восторг и читала ей отрывки. Несчастный, для кого он пишет, вырвалось у нее. В чувстве реальности Елене отказать было нельзя. Статьи, написанные и напечатанные в начале НЭПа, воспринимались как нонсенс в конце этого периода, в преддверии сталинских пятилеток. Мандельштам терял своего читателя. И дома своего у него не было. С того дня, как я впервые навестила Мандельштама в комнате Надиного брата на Страстном бульваре, и до 1933 года, когда они получили квартиру в писательском доме в Нащекинском переулке, я бывала у них по самым разным адресам, где они либо гостили, либо снимали комнату. В одном из брестских переулков между Садовой и Белорусским вокзалом, в новом доме с плоской крыши на углу с Передоневского переулка и Малой Бронной улицы, в Старосадском переулке в комнате Александра Эмильевича Мандельштама, брата Осипа, на Покровке, на Кропоткинской набережной в общежитии для приезжающих ученых, на Большой Полянке дом 10, квартира 20, в комнате Цезаря Рыса. На Тверском бульваре, в правом флигеле дома Герцена, в узкой комнате в одно окно, там же в Большой комнате в три или два окна, да еще в Болшеве и опять в узком. Два или три раза они жили у меня. Улица Щепок, дом 6, дробь 8. И снова у Евгения Яковлевича Страстной бульвар 6. И где бы это ни было, я не вспомню, чтобы я видела Осипа Эмильевича за письменным столом, впрочем, исключения бывали. Например, когда Александр Эмильевич пришел к Мандельштаму со своей статьей, он работал в книготорговой сети, ему надо было что-то представить в специальное издание, но он не умел писать, вернее, не мог сосредоточиться, и Осип Эмильевич сел рядом с ним за стол и терпеливо, любовно помогал брату. А в Большой солнечной комнате на Тверском бульваре мне приходилось заставать Осипа Эмильевича, сидящим за маленьким кухонным столиком, на котором был развернут огромный том «Палласа» или «Ламарка» с красочными иллюстрациями. Читать лежа такую толстую книгу было невозможно. На улице Щепок, где у меня в первую же зиму знакомства жили Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич, помещалась больница имени Семашко. Мой отец был там главным врачом до 1929 года, когда беспартийный уже не мог занимать административные должности. Заведующим хирургическим отделением он оставался до конца 30-х годов. В 20-е еще действовало правило. На больничной территории никто не имел права жить, кроме медицинского персонала. Поэтому в годы всеобщего уплотнения жилплощади мы жили как помещики, в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасы, с отгороженным в больничном парке отдельным садом и даже с конюшней во дворе. Но вместе с тем эта казенная отцовская квартира оказалась ловушкой для его детей, потому что ее нельзя было менять. Наша семья состояла из шести взрослых с разными профессиями и интересами людей, несколько чудаковатых, каждый в своем роде искусственно объединенных в одной квартире, каждый имел по комнате. Один из моих братьев был женат на нашей же двоюродной сестре, женщине, хотя и лишенной герштейновских чудачеств, но богато оснащенной собственными причудами. У них недавно родился сын. Забежавшие ко мне Мадельштамы были свидетелями, как мой маленький племянник впервые заговорил, начав с очень трудного слова. Они часто потом припоминали, как он прыгал по моей такте и с сияющими глазами победоносно выговаривал «И-го-ло-чка!» Для Осипа Эмильевича это было каким-то переживанием. Дом наш был следоточием страстей, слез и упрямства, а также скрытых шрамов от взаимно наносимых душевных ран. Особенно это проявлялось в напряженности, с которой мы все сходились за обеденным столом. Но Надежда Яковлевна, несмотря на бешенство моей невестки-кузины, сумела овладеть вниманием всех членов семейства. С моим отцом она беседовала о заграничных впечатлениях. В детстве она успела побывать с родителями в Швейцарии. С моей старшей сестрой, своей ровесницей, она мерилась площадочками, так она называла расстояние между бровями, носом и лбом. У них у обеих были лбы итальянского типа эпохи Возрождения. А так как моя сестра окончила консерваторию по классу фортепиано профессора Гольденвейзера, Надежда Яковлевна имела повод рассказывать, как она играла с ним в шахматы в доме отдыха. С мамой Надежда Яковлевна беседовала о Софии Андреевне, замечая, что не так легко быть женой Льва Толстого. На кухне она весело пекла песочное печенье под хмурыми взглядами нашей домработницы. Очень быстро Надежда Яковлевна прозвала нас Габсбургами. Оказывается, в нас говорила тысячелетняя кровь предков, превратившая нас, так же, как и поздних отпрысков австрийской императорской династии в усталых и рафинированных людей. Еще через несколько дней обнаружила, что у меня эренбурговский глаз, такой же серый и умный. Моя ироничная подруга Лена говорила по этому поводу, ей надо подать на блюде тех, с кем она встречается, это и есть светскость. Но у Осипа Эмильевича подобная вычурность имела, по-видимому, другие корни. Он заметил, что у меня египетский профиль. Я удивилась, а он, в свою очередь, тоже удивился. Разве вы не помните? Колесницы фараона, рядом с ним телохранитель или шеренга воинов в профиль. Вот вы похожи на того воина с копьем. Не знаю, было ли у меня действительно внешнее сходство с древним египтянином, и, по правде говоря, я плохо помнила, как выглядели колесницы фараона. До того ли было? Но что-то Осип Эмильевич предугадал. Телохранительство было нашей семейной чертой. Все мы подставляли дружеское плечо кому-нибудь, кого считали выше или несчастнее себя. И по мере того, как жизнь закаляла меня, я все более и более из прислоняющегося превращалась в поддерживающего. Метание. Часто я навещала Мандельштамов у старшего брата Надежды Яплиной Евгения Яковлевича. Осип Эмильевич в ту пору жил под знаком выхода из литературы. Он не хотел быть писателем. Он не считал себя писателем. Он ненавидел письменный стол. Он небрежно обращался с ненужными ему книгами, перегибал, рвал, употреблял, как говорится, на обертку селедок. На домашнем языке это называлось «растоптать Москву». За то, что она считала Мандельштама бывшим поэтом, за то, что проза его не была реалистичной, а статьи были непонятны. И еще за то, что конфликт с Горнфельдом лишил Мандельштама налаживающейся было переводческой работы. «Мы откроем лавочку», — увлеченный мечтал, «Осип Эмилич, Наденька будет сидеть за кассой. Продавать товар будет Аня». «А вы что будете делать, Осип Эмилич?» «А там всегда есть мужчина». «Разве вы не замечали?» «Я в задней комнате». Иногда он стоит в дверях, иногда подходит кассиша, говорит ей что-то. «Вот я буду этим мужчиной». Но вскоре опять красноречивые обличительные тирады, бегая не из комнаты в коридор к телефону, хлопотать, жаловаться, требовать ответа. Возвращался, советовался, бежал назад к телефону и кидался в изнеможении на диван, обнимая Наденьку. Иногда затевал какую-нибудь игру. Меня они оба донимали забавой «поставим Эмми компресс» и начинали обматывать меня полотенцами. Я отбивалась, они хохотали, и я хохотала, но была не совсем довольна. Жалобы, обвинения, заявления он диктовал Наде. И снова придумывание новых покровителей, ожидание назначенного часа. Падение на диван, как в воду. Однажды бросился так и заснул. Он лежал на боку, подложив руку под голову, согнув колени, и все его члены приобрели особую легкость. Как будто и нервная, но рабочая кисть руки и утончившиеся черты лица, и даже его странное телосложение подчинились какой-то таинственной гармонии. Он совсем не был похож на лежащего человека, а будто плыл в блаженном покое и слушал. Еще десятилетия спустя, когда при мне произносили имя Осип Мандельштам, мне хотелось воскликнуть, как он красиво спал. Но я сдерживала себя, боясь показаться смешной. С этим переживанием я могу сравнить только потрясение от зрелища мертвого Маяковского, когда прямой и легкий он лежал на столе с омытым смертью лицом, и, несмотря на бросавшиеся в глаза тяжелые подкованные подошвы башмаков, казался летящим. Как-то я пришла на Страстной к Хазинам вдвоем с Осипом Эмилиевичем. На столике были разложены книги «Царь-девица» Марины Цветаевой, «Жемчуга» Гумилева и другие сборники. «Как у зубного врача», — тихо проворчал Мандельштам, садясь с ногами на широкий диван. В завязавшемся разговоре я спросила его, как он относится к поэзе Ахматовой, и он, глядя вверх и вдаль, заговорил не о любовных мотивах ее лирики, о ее описаниях природы. Он сравнивал стихи Ахматовой с пейзажами русских классиков, но не находил в них скотства ни с Тургеневым, ни с Чеховым. Барматал, перечисляя имена писателей, пока не было найдено единственное определение, выдерживающее сравнение с ее стихами — «Аксаковская степь». «Барматание» — одна из его манер говорить. Я насчитывала их четыре. «Барматание» — с трудом сдерживаемая эмоциональная реакция или мысли вслух, шевелением губами, подыскиванием слова, почти на ощупь. Так или не так? Может быть, так? Нет, вот так. И мысль оформлялась в блестящем афоризме, манера номер один, иногда переходящим в бурную импровизацию с сокрушительными логическими выводами, манера номер два. Механических проходных фраз у Мандельштама не бывало никогда. А вот когда он диктовал мне статью о художественных переводах, это было уже не барматание и не импровизация, а громкое скандирование, манера номер три. Каждую фразу он проверял на слух, торжественно произнося слова и любуясь их сочетанием. Эта статья, напечатанная в известиях 7 апреля 1929 года, была одним из звеньев в борьбе Мандельштама с Горнфельдом, разросшейся до крупного литературного скандала. Статью свою Мандельштам диктовал мне в комнате, снимаемой где-то в районе Белорусского вокзала. Трудно это, всегда жить в чужой обстановке, безвкусной, заношенной. Надя подчас уставала от этого. Однажды лежала на кровати, укрывшись с головой пледом. Осип Эмильевич сердился. Наденька, это манерность. Десятые годы, Наденька, ты камерный театр. Она вскочила. Как-то вернувшись из города домой, Надя весело рассказывала об одной из обычных трамвайных перебранок. Они пробивались к выходу, получая тычки и виртуозно отругиваясь. Но последнее слово осталось за оппонентом. Старик без зубы, обозвал он Мандельштама. Выйдя уже на переднюю площадку, Осип Эмильевич приоткрыл дверь в вагон, просунул голову и торжествующе провозгласил «Зубы будут!» С этим победным кричем они вышли из трамвая. Мы отправились в кино смотреть потомок Чингисхана. У Мандельштама была записка к администратору, но не так легко было до него добраться. Я стояла поодаль и слышала крики Осипа Эмильевича, и неодобрительные возгласы, раздававшиеся из очереди, видела удивленные взгляды людей. Мандельштам почти трясся от раздражения и что-то возмущенно выкрикивал. Я была рада, Радешенька, когда мы попали, наконец, в зал. Но знаменитый фильм Пудовкина вовсе не понравился Осипу Эмильевичу. Я восхищалась лиризмом монгольского пейзажа, на фоне которого шло действие. А Мандельштам поджимал плечами гравюра. Он объяснял недовольно, кинематографу нужно движение, а не статика. Зачем брать предметы из другой области искусства? Какая-то увеличенная гравюра. Иногда мы ходили в театр сатиры, который помещался в пассаже на Тверской, где находилась редакция московского «Комсомольца». Был такой эпизод в жизни Мандельштама, когда он работал в этой газете. Ничего увлекательного в этом театре миниатюр мы не видели. Актрисы со специфическими признаками тех лет, пусть красивые и хорошо сложенные, но с холодными улыбками и пустыми глазами. Только одну сценическую миниатюру я запомнила. Изображали собрания жильцов в домкоме. Костюмы у них были характерные, реалистические, но говорили они не человеческими голосами, а постепенно разгораясь, объяснялись мучанием, мяуканьем, тявканьем. Особенно хорош был один господин из бывших, с острой бородкой, в воротничке с галстуком. Он злобно лаял с разнообразными интонациями завзятого склочника. Возвращаясь со спектакля, я пожаловалась Осипу Эмильевичу на уныние и скуку, не только на сцене, но и в зрительном зале. Как у Бога все одеты, какие невыразительные лица! Осип Эмильевич пришел в ярость. Он стал бурно уверять меня, что другой публики не бывало и в дореволюционное время. Вспоминал любительские спектакли, благотворительные вечера, бытовые пьесы в драматических театрах. Всюду мещанская публика гораздо хуже нынешней. Ничего-ничего я там не оставил! Страстно восклицал он. Он признавал только настоящее. Прошлого дня для него не существовало. Возвращаться некуда. Завели и бросили. Вот дословное резюме его речи о нашей современности, то есть о пресловутой советской действительности. В пассаже, где помещалась редакция московского комсомольца, находилась также и столовая. В буфете, где надо было стоять в очереди и самим приносить себе еду, Надя удивляла меня расторопностью, с какой она справлялась со всеми этими малоаппетитными мисочками. И Осипа Эмильевича ничуть не коробили жалкая сервировка и весь антураж не особенно чистого помещения. Мандельштамы были демократичны. Он был в пальто из дешевой серой в полоску материи, которая очень шла к его бритому матовому лицу, темным глазам и изящной посадке головы. Кто-то из комсомольской редакции рассердил его, и Осип Эмильевич стал дрожащими от гнева руками передвигать посуду на простецком столе и выбежал из столовой, сверкая глазами. Этот комсомолец говорил мне потом, что Мандельштам очень изменился, стал таким желчным, а мне понравились острые слова, которыми Осип Эмильевич одаривал собеседника и эти глаза, метавшие молнии. Мандельштам разочаровывался уже в своих комсомольцах. Однажды он позвонил кому-то из них на дом, торопясь поделиться по телефону новой идеей для газеты, а у того, видимо, был выходной день, и он отложил разговор до завтра. Осип Эмильевич был потрясен этим чиновничьим равнодушием молодого редактора и перестал ждать чего-нибудь живого от своих новых друзей. Готовилась конференция РАПП. Мандельштам страстно следил за предварительной журнальной кампанией. Мы пошли на этот съезд. В большом зале, не слишком набитом людьми, Осип Эмильевич подходил то к одному, то к другому писателю в передних рядах, потом пошел по широкому проходу к трибуне, подал записку в президиум, хотел выступить, но ему не дали слова. Вернулся он домой подавленный. В журнале на литературном посту Мандельштама ругали за прозу, особенно за главу «Химера революции в шуме времени» и за стихи «Век». Леопольд Авербах был красноречив, боек и страшен, и Осип Мандельштам заколебался, а, может быть, правда я классовый враг? Буржуазный поэт, а? Устаревший. И нельзя было понять, что означает подергивание верхней губы, иронию или тревогу. В этой извилистой нервной линии от носа к рту было что-то специфически мандельштамовское, общее всем трем братьям и идущее, очевидно, от матери. У Осипа эта легкая судорога сопровождалась неповторимой вибрацией голоса. Еще в августе 1929-й подруга пригласила меня на десять дней в подсолнечное. Теперь там, на острове Сенеж, дом творчества художников, а тогда это был массовый дом отдыха, и ничто не ассоциировалось там с блоком. Ведь тут шахматово рядом. Не с живописью. Трудящиеся очень скандалили за столом, плохо, мол, кормят, ходили полуголые, пугая меня, своими распущенными манерами. Но всегда в таком многолюдии найдутся один-два человека, с которыми можно гулять и беседовать. Кроме моей подруги, я общалась с одной милой женщиной, а с нами подружился один комсомолец, впрочем, ему было уже лет 27-28. О нервозности, присущей и ему, и его товарищам, он говорил как о каком-то трофее. У одного дрожат руки, другой не может спать, если в щелочку пробивается свет, третий не выносит резких звуков. Все это результат гражданской войны, а может быть и работы где-нибудь в разведке или просто в ЧК. Между прочим, у этих комсомольцев, сколько я их не встречала, была одна и та же излюбленная тема, воспоминания о первой жене комсомолки, почему-то бросившей их. Покинутые мужья грустили. Вероятно, они оплакивали не своих ушедших подруг, а половодий чувств первых лет революции. Мне еще в 1925 году рассказывал на одной из моих дурацких служб бывший политрук пограничных войск. Служил он где-то на южной границе. Он говорил, что красногвардейцы никак не могут войти в берега мирной жизни. К вечеру закружится кто-нибудь на месте, приставит револьвер к виску и кричит «Хочешь, удохну!» и при том без всякой видимой причины. В подсолнечном, в разговоре с моим новым знакомым, я упомянула о публикации в печати революции писем Свердлова к родным из сибирской ссылки. Он жаловался на Джугашвили, с которым вместе жил, характеризовал его как мелкого собственника и антисемита. А ведь Джугашвили — это Сталин? Мой собеседник взволновался. Как это он пропустил такое? Это очень важно. Видимо, он, как и все хоть немного думающие в ту пору комсомольцы, были антисталинцами. Разговорились? О египетской марке. Комсомольец сказал, что шум времени, входящий в эту книгу, он читал даже с интересом уже раньше, но в самой египетской марке ничего понять нельзя. Я спорила и пыталась разъяснить смысл, проза Мандельштама, но это казалось не так легко. Вышло, что я тоже не понимаю египетской марки. Вернувшись в Москву, я призналась в этом Осипу Эмильевичу. Он объяснил мне очень добродушно. Я мыслю опущенными звеньями. Еще раньше я показывала ему какой-то свой нигде не принятый очерк. Осипу Эмильевичу было ужасно скучно его читать. Так писали в девяностых годах, сказал он. У вас получилось даже довольно живо, но теперь надо писать по-другому. Опять девяностые годы. Это был какой-то жупел для Мандельштама, воплощение всего пошлого и безвкусного и в литературе, и в искусстве, и в быту. После Подсолнечного я застала Мандельштамов уже в другом месте, в угловом сером доме в Спиридонневском переулке. Они сняли комнату в отдельной квартирке у ИТРовского работника, который жил там с женой и семилетним сыном. Была лучшая московская пора начала осени, бабье лето. Москва звенела, гудела и зеленела с желтизной. Осип Эмильевич дышал всем этим, подымаясь на плоскую крышу нового дома, где они жили. Неожиданно под вечер пришел Кирсанов. Мандельштам и его повел на крышу. Вернулся оживленный, довольный тем, что поговорили о стихах. Когда Кирсанов ушел, Мандельштам еще долго распевал его страфу. К нам приходит Робин Гуд. Дальше, к сожалению, не помню. И ходил по комнате, почти танцуя. А я знаю еще случаи, когда Осип Эмильевич влюбился не в страфу и не в строку, и даже не в слово, а в одну букву, в букву «Д» в одном определенном сочетании. Вот как это обнаружилось. Я была больна, лежала в постели, читала «12 стульев», только недавно вышедшие. Осип Эмильевич навестил, увидел в моих руках книгу Ильфа и Петрова, обрадовался. Ему не надо было заглядывать в нее, чтобы цитировать. Он знал наизусть, что оркестр, игравший в московской пивной, состоял из Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Первые четыре фамилии он произнес скороговоркой, а последнюю, с ударением на последнем слоге, как будто колоду опускал. «Залкинда». И здесь голос его гулко-мелодично резонировал. У него были удивительные обертана на нижних регистрах. Он повторял и повторял эти фамилии. Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда. Выделял на разные лады слог «да» и хохотал, хохотал. Смеялся Мандельштам не как ребенок, а как младенец. Он раскрывал и закрывал свой беззубый рот, его прекрасные загнутые ресницы смежались, и из-под них ручьем текли слезы. Он вытирал их и мотал головой. Иногда говорил с большим азартом о политике. Борьба с правым уклоном в партии вызвала у него цепь рассуждений, закончившихся простым житейским наблюдением. Все притихли и выжидают, кто победит. В другой раз неожиданными формулировками и строго логическими доводами предрекал новую мировую войну и, присев на краешек дивана, подняв указательный палец, торжественно провозгласил «покупайте сахар». Конечно, это была игра, но мне она показалась странной. В нашем доме считалось презренным делать запасы. В тот день Осип Эмилич был очень маленького роста. Это с ним случалось. Вообще-то он был классического среднего роста, но иногда выглядел выше среднего, а иногда ниже. Это зависело от осанки, а осанка зависела от внутреннего состояния. Позднее Надя рассказывала, что в Армении на глазах у всех у Осипа Эмилича стала раздуваться на шее огромная опухоль, как зоб, а через несколько часов опала. Теперь такому чуду найдено название «аллергия», но тогда мы ни о чем таком и не слыхивали. Все это свидетельствует о повышенной нервозности Мандельштама. Он пребывал в постоянном внутреннем движении, отсюда и противоречивые отзывы о его внешнем облике, трудно уловимом для статического портрета. К тому же у Мандельштама было странное сложение, я имею в виду разительное несоответствие между нижней и верхней частями туловища. Очень прямая и стройная спина с хорошо развернутыми плечами, изящный затылок, правильной овальной формы голова, все это было посажено на разросшийся в кости таз, очень заметный из-за неправильной постановки ног. Пятки вместе, носки в розы. Это создавало отчасти шаркающую, отчасти и вовсе не поддающуюся определению походку. Может быть, знаменитая запрокинутая голова Мандельштама, производящая впечатление подчеркнутой гордости, была связана с этим недостатком. Эта привычка как бы устанавливала при ходьбе равновесие всего корпуса. Возвращение к стихам. В Старосадском переулке в комнате отсутствующего брата Осипа Эмильевича Мандельштама встретили меня сурово. Мы бедны. У нас скучно, обиженно произнес Осип Эмильевич. А Надя стала живописно изображать, как к ним потянулись люди, принося дары, деньги или еду. Даже Клюев явился как-то странно, держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку. Все, что у меня есть. Если бы литературное имя Мандельштама не получило новый резонанс после опубликования стихотворного цикла «Армения». Вряд ли этот период безденежья вызвал такое сочувствие в Москве. Даже я замечала по моим знакомым, что атмосфера вокруг Мандельштама оживилась, особенно после продолжения публикации последних стихов в Новом мире. Раньше Осмеркин, художник, муж моей подруги Елены, слушая о моей дружбе с Мандельштамами, скептически улыбался. «А, до пятницы!» дразил он меня прозвищем Осипа Эмильевича. Так он имел обыкновение просить взаимоденьги. Осмеркин рассказывал другие ходячие анекдоты о Мандельштаме, но теперь стал говорить о нем с уважением. Он высоко оценил новое стихотворение Мандельштама за гремучую доблесть грядущих веков. Между прочим, он отозвался о последней строке «И меня только равный убьет». Тяжело как-то. Но строка не нравилась и самому Мандельштаму. Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последней строки и даже склонялся к тому, чтобы отбросить ее совсем. Как ни странно, возвращение Мандельштама к стихам «Мою жизнь». Стихи звучали. Вот в чем дело. Раньше я только знала от Нади, что Оси читает свои стихи, ритмически разводя при этом руками. Теперь его голос сопровождал важные второстепенные минуты нашей жизни и от этого повседневность приобретала новые краски и глубокую перспективу. Особенное впечатление производило это преображение реальности в поэзию в стихотворениях еще далеко мне до патриарха. И полночь в Москве. Ведь это все было на глазах. Появление трости с белым набалдашником, потому что у Осипа Милича начались головокружения и одышка на улице, и это бестолковое время препровождения безработного, бесцельные хождения по улицам или по таким делам, как забрать выстиранное белье в китайской прачечной и вечная забота о дешевых папиросах, как бы не остаться без них на ночь и прикуривание на улице у встречных. А московская летняя ночь в нанимаемой чужой комнате, в которую вносилась как талисман своя утварь, красивый, но ветхий плед, когда-то в хорошие времена купленный в комиссионном магазине, а откуда-то появившиеся кухонные лубочные стенные часы, и в раскрытые окна доносится шум не только засыпающего, но и просыпающегося города. Это ночная проверка трамвайных путей. Она начиналась двумя контрольными ударами молотом по рельсу, и этот гулкий звон долетал во все дома. Нередко что-то подправляли, завинчивали и пристукивали. Все это точно воспроизведено в строфе Мандельштама. Ты скажешь, где-то там на полигоне два клоуна засели, бим и бом, и в ход пошли гребенки, молоточки, то слышится гармоника губная, то детская молочная пьянино, до ремифа и сольфамира до. Мне не нравились только его, как мне казалось, риторические стихи, такие как канцона, рояль. Я была в Старосадском, когда к Мандельштаму прибежал Борис Лапин. Он только что летал на самолете и делал мертвую петлю. Тогда были такие сеансы над Москвой. Он удивительно точно и интересно описал, как менялось зрительное соотношение между небом, землей и аэропланом, показывал, как надвигалась на него земля. Тут Осип «Оно Надя мне прожужжала уши об этом замечательном человеке, с которым они встретились в Армении. Он был зоологом, занимался насекомыми и выезжал в экспедиции в Среднюю Азию. Такие люди в ту пору были редкие и воспринимались как экзотика. Он был не дарвинистом, а ламаркистом и в 1929 году защищал свои позиции на диспуте в Комакадемии. — Он стрижется под машинку, под ноль, — рассказывала Надя, — носит крахмальный воротничок. Он длиннорук, похож на обезьяну, у него чисто московский говор, усвоенный не из литературы, а от няньки. Вскоре я встретила его у Мандельштамов и разглядела еще несколько штрихов в его облике. На лице его были легкие следы от оспы. Он гордился своим породистым затылком мыслящего мужчины. В этом ему не уступал некий друг, с которым он слушал музыку Баха в консерватории, всегда на одних и тех же местах, в девятом ряду портера. У него был еще один друг, или тот самый, которого мы не видали, привозивший ему из-за границы джазовые пластинки, второй после Баха любимый жанр Кузина в музыке. Он любил стихи Мандельштама, Гумилева, Кузмина и Бунина. Знал иностранные языки, постоянно перечитывал по-немецки Гёте. Вращался в профессорской среде и рассказывал анекдоты из быта московских ученых. Сам же служил в зоологическом музее университета. Он жил с мамой в Замоскворечье на Большой Якиманке. В 1930 году ему было 27 лет. С Кузиным у Осипа Эмильевича был свой особый разговор. Как-то при мне они под вино рассуждали о композиторах XIX века. Всем досталось. «А Глинка хороший человек?» — испытывал Кузин вкус Мандельштама. «Угу, хороший», — утвердительно кивал головой Осип Эмильевич. Это был диалог хорошо сговорившихся между собой людей. Но однажды Кузин выразил Мандельштаму свое неудовольствие по поводу стихотворения «Сегодня можно снять до калькомани и еще далеко мне до патриарха». В первом Мандельштам прямо полемизирует с белогвардейцами, а во втором воспевает страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов. Видимо, разговор был довольно бурным. Я застал Осипа Эмильевича одного, он бормотал в волнении. Что это? Социальный заказ? С другой стороны? Я вовсе не желаю его выполнять. И лег на кровать, устремив глаза в потолок. У Кузина были также претензии к языку Мандельштама в стихотворениях о русской поэзии и сохранимую речь навсегда. «По-русски не говорят на бадье, нужно говорить в бадье. Обещаю построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье». Кузин подвергал также сомнению уместность слова «початок» и «татарского кумыса твой початок не прокис». Но и этими замечаниями Осип Эмильевич пренебрег. Сегодня можно снять до Калькомани, очевидно, было написано, когда Мандельштамы жили в начале Большой Полянки против часов в комнате Цезаря Рысса. Я радовалась, что они в Замоскворечии, но Осип Эмильевич не разделял моего умиления переулками из Островского. Зато река Москва в четырехтрубном дыме явно увидена с Болотной набережной и Бабьегородской плотины, места которой нужно было проходить, направляясь к Кузину на Якиманку мимо фабрики «Красный Октябрь». Евгений Яковлевич, Кузин и я составляли основное ядро домашнего кружка Мандельштамов. Старые друзья тоже появлялись, чаще всего Яхонтов с одной из своих двух жен или с обеими вместе, и еще Маргулис без жены. Эпизодически приходили писатели, уже известные молодые. Среди молодежи был переводчик Багаевский. Как-то он принес весть о высылке знакомого. «В Москве остались одни сдержанные люди», — присовокупил он. В пряный весенний день пришла ко мне Надя и позвонила по телефону Маргулису. «Я не могу, мне хочется кому-нибудь назначить свидание». Легкость ее тона сразу подействовала на меня, как шампанское. Телефонные дурачества кончились тем, что Маргулис пришел ко мне на щепок, чтобы идти с ней же на свидание под часами. Что это был за веселый человек, и какой искрящийся дуэт они устроили. У Маргулиса был длинный еврейский нос и немного выпуклый, меняющий цвет и все-таки непроницаемые глаза. Делая зачем-то мягкий и легкий реверанс, он болтал, рассказывал о невероятных приключениях в обществе деятелей литературы. Он умел быть необходимым всяким людям, и как-то Осип Эмилич заметил, это уже не приспособляемость, а мимикрия какая-то. Надя весело рассказывала, как Маргулис ворует книги, но Мадельштам и его не боятся. «У вас никогда», — заверял он их. В это лето, 1931-й, Маргулис не только сам устроился в газету за коммунистическое просвещение, но и притащил туда Надю. Эта работа, в сущности, очень ей подходила. Годом ранее в поисках заработка она завязала связи с какой-то редакцией. Я ходила туда вместе с ней и видела, как сотрудницы слушали ее, развесив уши. Они заказали ей статью о детской литературе, и она написала хлесткий критический разбор книжек Корнея Чуковского. Она утверждала, что это эпигонские стихи, и демонстрировала литературные источники, из которых он, по ее мнению, заимствовал ритм, рифмы и интонацию крокодила. Статья была выслушана с почтительным восторгом, однако напечатана не была. В ЗКП Надя почувствовала себя очень уверенно и приговаривала. «Я делаю то, что раньше делали сенаторы». По поводу службы Маргулиса и Нади в ЗКП Мандельштам, как известно, сочинил много шуточных моргулет. Я помню две первые, из которых напечатана только одна. Первое. «Ах, старика Маргулиса глаза! Преследует мое воображение! С ужасом! Я читаю в них за коммунистическое просвещение!» Второе. «Ах, старика Маргулиса глаза! Не соответствуют своему назначению! Выгонят! Выгонят его! Из-за! Коммунистическое просвещение!» Когда Надя легла в больницу, Осипа Эмильевича часто навещал яхонтов. Это было на покровке в убогой плюшевой и пыльной обстановке мещанской комнаты. Той самой комнатой, из которой Надя выживала какого-то заскочившего к ним газетчика с покойным предупреждением. «Сюда не садитесь!» «Ножка сломана!» «Или осторожно здесь натекло!» И тому подобное. Это она умела делать виртуозно. Придя туда, я застала однажды Яхонтова в афраке и в цилиндре. Эта экзотика ничуть не резала глаз. Яхонтов вписывался в комнату как отдельный кадр в хорошо рассчитанном пространстве. Осип Эмильевич читал вместе с ним свои шуточные стихи. Они были посвящены драматическому положению, в которое попала хозяйка квартиры. Она прослышала, что в Сибири можно дешево купить доху. Именно для поездки туда она сдала свою комнату Мандельштаму. В Москве оставались ее мать и сын. Но Мандельштамы не могли расплатиться. Для успокоения совести не оставалось ничего другого, как поставить себя выше злополучных обывателей, скандируя сочиненные по этому случаю издевательские стишки. Для вязчего эффекта Яхонтов, проходя из уборной через общую кухню, стащил соседский чайник. Чайник стоял на стуле рядом с цилиндром. Стихи начинал эпический Мандельштам. «Ох, до сибирских мехов охоча была Коранович! Аж на покровку она худого впустила жильца!» Здесь вступал Яхонтов. «Бабушка, шубе не быть!» — вбежал забыхавшийся внучек. «Как на духу Мандельштам плюнет на нашу доху!» Затем, следуя законам монтажа, по которым Яхонтов работал на эстраде, оба чтеца без паузы переходили ко второму стихотворению на ту же тему, читая его уже хором. «Скажи-ка, бабушка, хе-хе, и я сейчас к тебе приеду. Явиться ль в смокинге к обеду или в узорчатой дохе!» Звонкий и мощный голос Яхонтова звучал со спокойной силой, а Мандельштам нарочно выдрючивался нагловатым козлиным тенарком. Особенно лихо звучало у него «хе-хе!» Потом Яхонтов читал письмо Лиле Поповой, своей первой жены и бессменного режиссера из Средней Азии. Она описывала свои впечатления применительно к принципам их будущих спектаклей в театре одного актера Яхонтова. Осип Эмельевич похвалил письмо, но когда Яхонтов прочел свою новую работу, вторую главу Евгения Онегина, произошел конфуз. Мандельштаму не понравилось. К сожалению, я не помню дословно, как замечательно он определил легкий почерк, разговорный стих, воздушность Онегина. Он противопоставлял этому драматизированное исполнение Яхонтова, годящееся для Некрасова, по его мнению, но здесь неуместное. У Яхонтова сделались колючие глаза, и мы скоро ушли. Нам было по дороге. Тут уж Яхонтов утверждал, что он не может работать над прозой Мандельштама, слишком она густая. Наш больничный особняк постепенно менял свое лицо. Вначале заселили подвал, потом от нас оторвали большую залу с аркой, сделав из нее общежитие для медсестер. Все углы и закоулки остальных корпусов тоже были набиты людьми. На больничной усадьбе разместилась целая деревня. Это была родня наших дворников и санитаров. Завхоз прописывал их в Москве и устраивал на работу. В связи с этим уплотнением я заняла в нашей квартире другую комнату. Устроившись, пригласила к себе на скромное новоселье Мандельштама. Стали садиться за стол, глядь, Осип Эмильчик куда-то исчез. Куда он мог подеваться? Его не было ни у телефона, ни на кухне, ни в прочих местах. Наконец я догадалась заглянуть в кабинет к отцу. Папа стоял посреди комнаты и с высоты своего роста с некоторым недоумением слушал Мандельштама, а он, остановившись на ходу и жестикулируя так, как будто он подымал обеими руками тяжесть с пола, горячо убеждал в чем-то отца. Он не способен сам ничего придумать. Воплощение нетворческого начала. Тип паразита. Десятник, который заставлял в Египте работать евреев. Надо ли объяснять, что Мандельштам говорил о Сталине? Очень довольный, Осип Эмильевич вернулся ко мне в комнату. — У вашего отца детское мышление, — сказал он мне. Представления обо всем ясные, но примитивные. Когда мои гости разошлись, папа вошел ко мне слушать твой Мандельштам. Это же форменный ребенок. Он такие дикости говорил. Какой-то детский лепет. Жить с Мандельштамом все еще было негде. На какую-то недельку я уступила им свою комнату. Сама ночевала у мамы. В своем воинствующем отчаянии Осип Эмильевич быстро превратил мою комнату в всклокоченный ад. Белая занавесочка на окне. И вот она сорвана с одного гвоздя и прицеплена уже косо. Чистая покрывала на кровати. Ногами его, нечищенными ботинками. Он опускался страстно. Сам этот процесс был для него активным действом. Становился неузнаваемым. Сидеющая щетина на дряблых щеках. Глубокие складки морщины под глазами. Мятый воротничок. Тут он делался похожим на одного из персонажей моего очень раннего детства в Двинске. По улицам этого города бегал страшно возбужденный человек. В котелке, в пиджачном костюме, с рваными брюками сквозь дыры светилась белая сподня. Однажды он влетел в магазин, вызывая смех, негодование и жалость. Ему что-то подали. И он, изрыгая проклятия и угрозы, устремился к выходу. Но пораженный красотой и нежнейшим румянцем моей девятилетней сестры, остановился, погладил ее по щеке своей грязной шершавой рукой произнес с невыразимой нежностью по-еврейски «Алебенке». И стремглав бросился вон, снова крича и бронясь. Эпизод этот был бы вытеснен из моей памяти, если бы не Чарли Чаплин и Осип Мандельштам, не давшие забыть несчастного «Алебенке», как мы, дети его, прозвали. Однажды Мандельштам в большом волнении описал только что произошедший эпизод. Он сидел в приемной директора государственного издательства Халатова. Долго ждал. Мимо него проходили в кабинет другие писатели. Мандельштама секретарша не пропускала. Терпение его лопнуло, когда пришел Катаев, и сразу был приглашен к Халатову. «Я русский поэт!» — гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, хлопнув дверью. Главным занятием Осипа Эмильевича было бегание к телефону. Если кто-нибудь заставал его в этот момент в коридоре, он, закончив разговор, важно удалялся в комнату с поднятой головой. Мама говорила, что в этой его манере сквозила ущемленная гордость. Она чувствовала, что он большой поэт, не имеющий признания. Когда же папа прочел стихотворение Мандельштама, он согласился, что стихи талантливые, но совершенно несовременные. Античность — это, конечно, красиво, но разве это нужно сейчас молодежи? Бодрость вселять он не может. Мама читала Блока. У меня было возмездие в издании «Алконост». Поэма была близка маме описанием семейной трагедии, в которой она находила сходство с историей моей сестры. Вся соответствующая глава была исчеркана маминым карандашом. Этот пропитанный слезами и вздохами экземпляр взял в руки Осип Эмильевич. Полистал, полистал. Отошел и стал что-то быстро писать на полях. Потом гордым жестом подал мне книгу, говоря, «Вот, можете ее продать. Любой букинист даст. Пятьдесят рублей». Книга пропала во время войны. И я не могу воспроизвести текстуально ядовитые заметки Мадельштама, подписанные и датированные. Передам только суть, насколько я помню. В предисловии, где Блок перечисляет разнородные события, из которых образовался единый музыкальный напор эпохи, он называет такое. В Киеве произошло убийство Андрея Ющинского, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Эта оскорбительно объективная фраза возмутила Мадельштам. Он подчеркнул ее, сделал на полях отсылку к следующей странице. Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих, в руки департамента полиции. И дал свой комментарий к обеим фразам, пародийно начиная его словами. И возник вопрос. С таким же зачином было написано замечание к некоторым стихотворным строкам поэмы Блока. Полемика была сильной и политически острой, и я не перестаю оплакивать пропажу этой книги. Той же осенью 1931-го у брата Осипа Эмильевича Александра родился сын. Вскоре Мадельштам любовно назвал его своим наследником. Роды были тяжелыми, длились 72 часа, и все это время Осип Эмильевич просидел вместе с обоими братьями в вестибюле роддома, или все три брата бродили вокруг здания. Он прибежал к нам весь взъерошенный. Роженице нужна была консультация профессора-специалиста. Мадельштам просил меня, чтобы я позвонила отцу в больницу, но это было невозможно, был час операции. Наконец, когда отец пришел из больницы, я предупредила Осипа Эмильевича, что нужно подождать, пока он придет в себя и пообедает. Тогда я попрошу его позвонить коллеге по консультации профессоров кремлевской больницы, где мой отец работал по совместительству. Мадельштам в нетерпении ходил быстрыми шагами по коридору и подстерегал папу. Наконец, не выдержал, схватил телефонную трубку. Говорят, из квартиры профессора Герштейна начал он. Устроив сам себе рекомендацию, Мадельштам договорился с профессором и повез его к своей невестке. В доме Герцена Мадельштама получили комнату в писательском жилом флигеле дома Герцена на Тверском бульваре. Комната была небольшая, продолговатая, на низком первом этаже. Не помню, где была кухня, подозревая, что ее и вовсе не было. Смешно и подумать, что Мадельштамы смогли меблировать свою комнату, два опруженных матраца да маленький кухонный столик, который им пожертвовала одна пожилая дама. Новая знакомая, с метущейся душою, так острила Надя, заслушивавшаяся речами Мадельштама. Я с ним была у нее в гостях, где наблюдала еще одну манеру говорить Осипа Эмильевича. Это не та взволнованная речь, когда в возбужденной мимолетной эмоции Осип Эмильевич не мог от нее освободиться, пока не отработает в блестящей словесной импровизации. На следующий день, правда, задетый какой-нибудь репликой собеседника, он доказывал нечто прямо противоположное вчерашнему и с той же неотразимой убедительностью. Запомнить и воспроизвести такую речь, мне кажется, невозможно, потому что это поток мыслей, тут же на глазах у слушателя преобразующийся в слова. Нет, в гостях манера была другая. Он говорил о музыке, о литературе на слушателя с определенной целью — заинтересовать, понравиться и поужинать. Пока мы собирались к даме-меценатке, Осип Эмильевич был собран и спокоен, но все-таки из артистизма снял воротничок и галстук, чтобы подчеркнуть, как мне показалось, контраст между своей крайней бедностью и крайней же изысканностью своих речей. За столом он разливался соловьем, отвечая на вопрос хозяйки о Шопене. Но далее она из разговора выбыла. Такие речи Мандельштам произносил без участия собеседника. Это были блестящие монологи. Меня он пригласил с собой, потому что в этот период очень плохо переносил одиночество, а на улице предпочитал появляться с сопровождающим. Надя работала в редакции ЗКП, а он просто метался в утренние часы. Однажды он пришел ко мне в редакцию «Крестьянской газеты», где я тогда работала. Робко, как проситель, приоткрыл дверь и поманил меня пальцем. Я вышла в коридор, и он стал умолять меня, чтобы я бросила работу и пошла с ним гулять. Он боялся идти один, не мог оставаться в комнате, а Надю не смел тревожить, хотя ее редакция была еще ближе от дома Герцена, чем моя. В те дни, когда работа у нас начиналась не с самого утра, я перед работой часто заезжала к Мандельштаму. Иногда мы выходили в скверик дома Герцена, иногда сидели на скамейке Тверского бульвара. В это время в другом, лучшем флигеле дома Герцена жили жена и маленький сын Пастернака. Это был период известной семейной драмы Бориса Леонидовича, когда он расходился с Евгенией Владимировной, чтобы жениться на Зинаиде Николаевне Нейгаус. Я не раз видела, как из писательской столовой с суетливой озабоченностью выходил Пастернак, обе руки у него были заняты полными сутками. Он нес обед своей оставленной семье. При встрече с друзьями он ставил кастрюльки куда-нибудь на приступок и долго, почти со слезами, рассказывал о своих семейных делах. Иногда его собеседниками оказывались не друзья, просто знакомые. Потом его стинания и откровенности передавались из уст в уста. Как известно, эта глава биографии Пастернака была отражена в новой книге его стихов «Второе рождение». Мы сидели с Осипом Эмилевичем на скамейке Тверского бульвара и обсуждали этот сборник. Конечно, говорил один Мандельштам, но это не был монолог. Это диалог с молчащим собеседником. Нужно было только давать ему легонькие толчки, и беседа польется. Он говорит, бросая прерывистые фразы, а вы сидите рядом и только присутствуете при том, что рождается мысль. Осип Эмилевич, давно написавший Пастернака «Почитать горло, прочистить», с удовольствием повторявший знаменитый, по его словам Каламбур-Сельвинского, о «Пастернакипе» и «Мандельштампе». Теперь много думал о Борисе Леонидовиче. В его высказываниях мелькали замечания. «Пастернака нельзя себе представить вне Москвы». Или «Пастернак может писать только у себя в кабинете за письменным столом», тогда как он, Мандельштамп, вообще не пишет, а как бы высекает на камне. Тут он напомнил о заглавии своего первого сборника. На этот раз он говорил о втором рождении. Это было отталкивание от сегодняшнего Пастернака. Упоминалась орнаментальность, перегруженность его новых стихов. Говорилось начерно, для меня незапоминаемо, пока не вырвалось единственно нужное определение — «Советская барокко». В узкой комнате на Тверском бульваре, я помню, мало посетителей. Из соседей писателей к Мандельштампу заходил один Клычков, живший в другом корпусе дома Герцена. Как-то при мне пришел Шангели, которому Осип Эмилевич давал читать свою четвертую прозу. Шангели назвал ее одной из самых мрачных исповедей, какие появлялись в литературе, и упомянул Жан-Жак Руссо. Вскоре рядом с Мандельштампами в том же коридоре освободилась большая комната в три или два окна. Они туда переехали, а их бывшую комнату передали поэту Рудерману. Он был женат. У него был ребенок, и жена возмущалась, почему им троим дали маленькую, а Мандельштампам большую комнату. — Рудерман, — кричала она в коридоре, — молодой поэт, активно работающий, а Мандельштамп — старик, уже не пишущий. А если и пишет иногда, все равно он бывший поэт, устаревший. Осипу Эмилевичу было тогда сорок лет, и только что была напечатана в «Новом мире» его «Армения» и некоторые новые стихотворения. Хотя новая комната была рядом со старой, и окна выходили на ту же сторону, она казалась веселой и солнечной. Может быть, тут играли роль светлые обои, и не было перед самым окном дерева. Было такое ощущение, что и жизнь Мандельштампов вступила в более спокойный период. Об этом даже могут свидетельствовать такие стихи, как про парк культуры и отдыха, скучные и нескучные, как халва холмы. Ровное настроение придавало Мандельштаму чтение «Ламарка» и «Палласа». Я помню, как печатала ему два стихотворения, из которых одно возникло, из посещения музея. «Импрессионизм». А о другом, увы, растаяла свеча. Он сказал, улыбаясь, что последние строки, и в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев. Про мою подругу, которую он называл Эллином, за веселые и добродушные разговоры на любовные и эротические темы. Теперь к нему чаще заходили люди по пути в дом Герцена. А Надя возвращалась из редакции «Всегда веселая» со стротами, придвигала столик к тахте, садилась на нее с ногами и с аппетитом обедала. По утрам часто заходил Аксенов. Очевидно, он был эрудитом во многих областях науки. Так, застав Мандельштама за чтением Палласа, он долго говорил с ним на географические темы. После его ухода Мандельштаму всегда хорошо думалось. Лоб его светлел и как будто становился больше, преображался в понимающий купол. Движения становились тихими и пластичными. В это время журнал на литературном посту был уже разгромлен. Раб был ликвидирован, и это вселяло надежды на оживление литературной жизни. Аксенов, беседуя с Мандельштамом об этой злобе дня, признавал Леопольда Авербаха настоящим публицистом и сравнивал его с Писаревым. Мандельштам не возражал. В один из моих приходов я застала Осипа Эмилевича одного, сидящего посреди комнаты на стуле с каким-то томиком в руках. Он перебирал его страницы. «Вот самое гениальное стихотворение Блока!» Встречал он и прочел. «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим, и об игре трагической страстей повествовать еще нежившим». Было странно слышать знакомые строки в стремительном темпе и патетической интонации Мандельштама. И об игре трагической страстей. У него вообще был свой мотив. Однажды у нас на щепке, как будто какой-то ветер поднял его и занес к роялю. Он сыграл знакомую мне с детства Санатину Моцарта или Клементи с точно такой же нервной, летящей вверх интонацией. Как он этого достигал в музыке, я не понимаю, потому что ритм не нарушался ни в одном такте. По-видимому, все дело было в фразировке. Для Мандельштама не было разницы, кто сочинил стихотворение, он сам или другой поэт. Если стихи были настоящие, он гордился поэзией. Зависти он не знал. Зашла я днем. Помолчали. Внезапно он прочел. И осень, да то ли вопившая выпью, прочистила горло, и поняли мы, что мы на перу в вековом прототипе, на пире Платона, во время чумы. Схватил с полки второе рождение, открыл лето, пробежал с кроговоркой следующую страфу, «Откуда же эта печаль, Диатима?» Опять залился на свой мотив. «И это ли происки, Мэри-арфистки, что рока игрою ей под руки лег, и арфы шумит ураган аравийский, без смерти, быть может, последний залог?» С возгласом «Гениальные стихи!» Захлопнул книгу и победоносно взглянул на меня. Как жаль, что невозможно сделать нотную запись, чтобы передать в звучание третьей строки эту раскатывающуюся волну первых двух слов, и арфы шумит, вливающуюся, как растущий звук органа, в слова «Ураган аравийский!» Когда Мандельштам сам сочинял стихотворение, ему казалось, что мир обновился. Он читал его друзьям, знакомым, кто подвернется. В июньское еще весеннее утро зашли мы с Евгением Яковлевичем к Мандельштамам. Осип Эмилич вышел из дому и, стоя у крыльца, читал нам в зеленеющем дворе новенькое «Словно гуляка с волшебной тростью». Он вел стихи, как мелодию, от форте к пиано с повышениями «Ни у кого!» этих звуков изгибы и понижениями «И никогда!» этот говор валов. Последняя строфа звучала, как баркарола, уже со второй строки «Ты горожанин» и «Друг горожан». Некоторые строки стихов Мандельштама я запомнила навсегда звучащими его голосом. Например, глубоко резонирующий певучий звук «о» в слове «соприродные», поддержанный первым односложным «так». В чтении Мандельштама строфа звучала, как обрамленная двумя гласными «стака тоа» и растянутым «о». «Так, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи «соприродные душе».» Это фаэтонщики 1931 года, из которого Надя любила повторять на ходу «Словно розу или жабу он берег свое лицо». А как он подчеркивал ритм фехтования в предпоследней строфе «Ламарка» «И от нас природа отступила, так, как будто мы ей не нужны». И продольный мозг она вложила, словно шпагу в темные ножны, так, как будто мы ей не нужны. Или крылатая строка «Что ему до наших бед?» и полнота чувственного ощущения звука в последующих строках. Гром живет своим накатом, что ему до наших бед? И глотками-пороскатом наслаждается мускатом на язык, на вкус, на цвет. Стихи о русской поэзии Чтение третьего стихотворения этого цикла «Полюбил я лес прекрасный» отличалась особенно богатой интонационной игрой. Начинал он вкратчиво, почти же манно, и так вел до конца второй строфы, где грозно щелкал словом правды. Затем ускорял темп, который все нарастал и нарастал до самого конца стихотворения, за исключением двух передышек в четвертой и пятой строфах. Строку «Ротозейство» и «Величие» он так раскачивал голосом, как будто, развалившись в кресле, сладко подтягивался. А любование молоденькими грибками в лесу предавалось паузой в строке «Так, немного погодя». Это замедление позволяло смаковать слова «немного погодя» с таинственным лукавством, а Ямл подсмотрел. Затем темп и интонация становились еще стремительнее и резче, пока это нарастание не разрешалось апофеозам, провозглашенным полной грудью на открытом и глубоком дыхании. До чего алиповатый! До чего как хороши! Когда я прочла эти стихи, а с Меркиным Елена не сразу поняла, какое отношение имеет Мандельштамовский лес к русской поэзии. Александр Александрович мгновенно отпарировал. «А Кольцова, ты понимаешь, на смерть Пушкина, что, дремучий лес, призадумался, да?» В конце сороковых годов я встретилась со старым другом после долгой разлуки. Мы хорошо разговаривали, но все чего-то не хватало. Как при посещении мест своего детства. Маленькое все, удивляемся мы. Где эта высота и глубина, таившаяся в каждом углу? Но заговорив об одном стихотворении Мандельштама, мы напоминали его друг другу, читая вслух в один голос, и как все опять осветилось. Мы сами сделались значительными, будто опытный режиссер поставил нас на сценической площадке в наилучшее положение. Тут я поняла, в прошлом мы встречались под звуки стихов, они сопровождали нас, словно мы гуляем в саду, где бьет прозрачная струя фонтанов, или говорим в лесу о чем-то своем, важном, слыша и не слыша пени родника и перекличку птиц. Мандельштама уже не было на этой земле, когда мне было дано это осознать. А сам поэт вовсе не был расположен к идиллиям. Для него не было разницы между житейским и поэтическим, никаких высоких и низких предметов. Все шло в один котел творческой переработки. От этого его неожиданные характеристики окружающих, страстное вмешательство в события повседневной жизни. А тут все уязвляло и досаждало. Осип Эмильич жаловался на пейзаж. Он имел в виду людей, которых приходилось встречать, надавящий воздух. Однажды, надеясь встретить мир и смех веселой комнате на Тверском бульваре, застаю смятение. Над тахтой навис огромный кусок обоев, оборванный от потолка до середины стены. «Ужас!» Встретили меня мандельштамы. «Здесь клопы!» Я подаю обычные житейские советы, как избавиться от зловредных насекомых. Мандельштамы слышать не хочет. Ему хотелось вышмурнуть все вещи из комнаты, жить пусть в хаосе, но без клопов. А, по-моему, его просто влекло к разрушению, к вздыбленному уюту. Как-то увлекся мыслью обрить Наденьке голову. «Ну, Осип Эмилич, это будет некрасиво, вмешиваюсь я. Я люблю шершавую эстетику», — отмахнулся он. Чем больше новых стихов он писал, тем чаще его раздражали писатели, постоянно мелькавшие во дворе. Он становился у открытого окна своей комнаты, руки в карманах, и кричал вслед кому-нибудь из них. «Вот идет подлец Энен!» И только тут, глядя на Осипа Эмилича со спины, я замечала, какие у него торчащие уши и как он весь похож в такие минуты на гадкого мальчишку. В редакции литературной газеты был, однако, устроен его авторский вечер. Это было тут же, в доме Герцена. Я осталась дома с Надей. Мы заждались его возвращения. Я пошла на разведку. Опоздала, уже расходились. По лестнице спускался Корнелий Зелинский и говорил своей даме что-то о далекости от современности, узости, кругозора и слабости голоса Мандельштама. Я не прислушивалась, но осталось ощущение чего-то кисло-сладкого, поразительно несоответствующего, полнозвучию, гармонии и неистовству стихов Мандельштама. Большой вечер Мандельштама в Политехническом музее состоялся в следующем году. Надя опять не присутствовала. Осип Эмильич не пускал ее на свои публичные выступления. По его желанию, в машине с ним поехала я. В артистической его сразу окружили, и я пошла в зал, заняв место рядом со своей неизменной подругой Леной в одном из первых рядов. На вечер Мандельштама выбрались из своих углов старые московские интеллигенты. Мысленно смотрели на эти измятые лица из страдавшихся и недоедающих людей с глазами, светящимися умом и печалью. Особенно мне запомнилась бледность лица художника Бруни, напряженно вслушивающегося в чтение. Он был глуховат. Для такой большой аудитории голос Мандельштама был несколько слаб. Ведь микрофонами тогда не пользовались. И тем не менее, Эйхенбаум при всей его опытности лектора и изящного оратора, и несмотря на острое и смелое содержание его вступительного слова, проигрывал рядом с поэтом. «Все-таки он профессор», шепнула я Лене. Странно мне было смотреть и слушать, как Мандельштам в обыкновенном пиджаке, бледный из-за беспощадного верхнего освещения, разводя руками, читал на свой обычный мотив мои любимые стихи. «Так вот бушлатник шершавую песню поет, в час, как полоской заря, над острогом встает». В стихотворении колют ресницы в груди прикипела слеза. Собственно говоря, рядом со мною вместо Лены должен был сидеть Евгений Яковлевич. Но с ним приехала его жена. Для нее это был светский выезд. До стихов Мандельштама ей было мало дела. Надя очень смешно передавала, как Ленка жаловалась, что у нее в доме не собираются писатели и артисты, так как у Соньки, ставшей женой поэта-конструктивиста Адуева, а затем прославившегося Всеволода Вишневского. «На, вот тебе, Оська!» предлагала ей Надя. «Он незнаменитый». Откровенно парировала та. Но теперь, когда появилась афиша о встрече Мандельштама, куда собирались многие известные люди, Елена Михайловна поехала тоже. В антракте она стояла с перекинутым через руку Буа и оживленно беседовала с Татлиным. А Евгений Яковлевич метался между мною и ними с таким смущенным и беспомощным видом, что у меня сердце сжималось от жалости. В каком же году я была с Мандельштамом в гостях у людей, прозванных Надей, добрыми слонами? Не помню. Откуда мы шли? С Тверского бульвара или с Нащекинского переулка? Добрые слоны обещали угостить Осипа Эмильевича пластинкой страсти по Матфею Баха. Он никак не мог пропустить такой вечер, ведь у нас в консерватории религиозная музыка не исполнялась, а Надя была больна, и я пошла вместе с Осипом Эмильевичем, радуясь послушать недоступный опус Баха. За ужином Осип Эмильевич, как полагается, витействовал. Не обошлось и без неловкости. Так, накладывая мне на тарелку масло, он вывалил почти все содержимое масленки, и мне пришлось под испуганным и внимательным взглядом хозяйки перекладывать его обратно, благо тарелка была еще чистой. Хозяин дома был, кажется, образованным экономистом, а она заведовала областной библиотекой, очень крупная, полная женщина с большими руками и ногами. За столом было несколько приглашенных. Одна молодая девушка, затем работник из радио, он-то и принес патефон с пластинками, и худенький Бонди, известный пушкинист Сергей Михайлович. Страсти по Матфею были записаны в исполнении знаменитых иностранных певцов и оркестра. Слушать их было таким торжеством для Мандельштама, что он почти не замечал пояснительных слов, которыми товарищ из радио сопровождал каждую смену пластинки. Но когда все окончилось и после обмена вежливостями Осип Эмилич собрался было распроститься, предложили провертеть всю программу вторично. Мандельштам отнекивался, я его поддерживала, однако делать нечего, пришлось подчиниться. Мандельштам слушал, слушал, но повторять только что пережитое было выше его сил. Да тут еще конферансье стал развязнее. Осип Эмилич прервал его и вначале спокойно пытался объяснить присутствующим, что такое пошлость, но после недоуменных реплик гостей распалялся все больше и больше, перешел на крик, кончил пронзительным возгласом, мы сейчас занимаемся анонизмом. И в отчаянии бросился вон. Я за ним. Любезный хозяин оттолкнул меня и повел Мандельштама в свой кабинет. Я, мол, сам его успокою. Это ему удалось настолько, что через некоторое время Осип Эмилич прошел ровным шагом в переднюю и сейчас же стал одеваться. Напоследок девушка вынесла из комнаты забытую мною сумку, потрепанную с оборванной ручкой. Она недоуменно подала ее мне чуть брезгливо держа обеими руками за края. Мы шли пешком. Осип Эмилич говорил, что скандал законное явление, повторяя мысли египетской марки и других высказываний в своей прозе. Мы шли по мостовой тихих тверских ямских улочек. Они были шире и прямее обычных московских переулков. Вот так бы жить где-нибудь в провинции, мечтал Осип Эмилиевич. Жаловался на Москву, на ритм ее уличной жизни не созданной для духовной жизни человека. Заговорил о служащих, ежедневно толкающихся в трамваях. Я бы не мог так жить, ужасался он. Вообще он был грустен. Однажды днем открылась дверь. Вошел Шкловский. Нездоровый сел у окна и отрезал. Я только что сбила морг канала. Страшнее, чем на войне. Переждав, рассказал, до чего талантлив русский народ, какими мастерами сделались там заключенные мужики золотые руки. Насколько мне помнится, Шкловский ездил на Беломорканал для свидания с каким-то своим заключенным родственником. Потом заговорили о Клейсте, воспетом Мандельштамом в стихотворении к немецкой речи. Ходили по диагонали комнаты навстречу друг другу и спорили. Каждый развивал свою мысль с таким количеством опущенных звеньев, что трудно было что-нибудь понять в этих синкопах. Я почувствовала себя лишней. Но вспомнила, что Осип Эмильич как-то сказал мне, «Вы мне не мешаете никогда». И осталось. Мы с Надей однажды признались друг другу, что не любим такие стихотворения Мандельштама, как Кансона, Рояль и Ламарк. «Нет, о Ламарке так не говорите», прервала меня Надя. Тынянов не объяснил, чем оно замечательно. Там предсказано, как человек перестанет быть человеком. Движение обратно. Тынянов называл это стихотворение гениальным. Приехала из Киева овдовевшая мать Нади, Вера Яковлевна. Она жила у сына. Это рядышком. И большую часть времени она проводила у Мандельштамов, чтобы не мешать работать жене Евгения Яковлевича. Как водится, свекровь не жаловала свою невестку. «Сегодня она развалилась в кресле», предразнивала ее Вера Яковлевна. «Расхвасталась. Государство в нас нуждается. Мы необходимые люди». Речь шла о заказе на художественное оформление праздничной Москвы, который получили художницы Вишневецкая и Фраткина, работавшие совместно. Вот как жены Евгения Яковлевича, бывшие и настоящие, стали людьми государственными. Елена Михайловна изредка заходила к Мандельштамам на Тверской бульвар. При ней вошел Клюев. Надя пригласила его к обеденному столу, но он смиренно примастился у низкого подоконника. «Я уж здесь щец похлебаю». Фраткина со своим удлиненным, подгримированным лицом, одетая по-европейски, с деловитой элегантностью, даже рот приоткрыла, с любопытством разглядывая, как этот нищий странник истово и медленно подносит ложку ко рту. Впрочем, Надя говорила, что в споре Клюев иногда забывается и начинает говорить, как приват-доцент. Тогда в Москве стал обращать на себя внимание Павел Васильев, казацкий поэт, явившийся в столицу из Сибири. Это был двадцатидвухлетний красавец, кудрявый блондин с вздрагивающими крыльями носа, высокий, на редкость стройный. Осип имели чего полюбил. Васильев платил тем же, часто прибегал, читал свои стихи, охотно беседовал с Надей. Постепенно, за два-три года, он превратился из начинающего поэта в модного, уже попавшего в тот условный высший свет, который образовывался к тому времени в литературной и художественной Москве. Вел он себя шумно. В критике появились на него нарекания, а в кулуарах говорили, что он находится под влиянием Мандельштама. По этому поводу и был сказан Осипом Эмильевичем экспромт. Мяукнул конь, и кот заржал. Казак еврею подражал. Я проезжала в трамвае мимо дома Мандельштамов. Сошла, хотела к ним зайти, но, заглянув в низкое окно, раздумала. Надя лежала на кровати и, важно, внимательно глядя на кого-то своими голубыми глазами, слушала его. В ногах стоял Осип Эмильевич. Перед ними был Звенигородский. Он читал свои стихи. Осип Эмильевич вместе с Надей вдруг увлеклись им и объявили вторым тютчевым. Это свело с ума старика, последнего Гедеминовича в России, живущего здесь трудной жизнью, малоприспособленного к современности интеллигента. Однажды пришел Яхонтов с Лили и Диночкой, обе в одинаковых светлых кудрявых меховых шубах. Козлик. Шубки понравились, но на самом деле Надя восхищалась только Лили. Она говорила о ней как об уникуме, рассказывала о ее застенчивости, вспоминала, как в детском селе она ни шагу ступить, ни слова сказать не умела. Войдет и нездоровый станет молча посреди комнаты. Она была дочерью кочегара поезда, говорила Надя, жила с родителями в Кисловодске. У нее обнаружился талант медиума, какой-то гипнотизер стал выступать вместе с нею в местном цирке. Яхонтов увидел, влюбился и увез в Москву. Надя рассказывала о Лиле так, что за глаза можно было влюбиться. И однажды Клычков пришел к Мандельштамамам и уставился на меня жарким глазом. Это Лиля. Тихо спросил он Надю и совершенно погас, узнав о своей ошибке. Таковы были Надины таланты. У Мандельштамов на Тверском бульваре не было телефона. Иосип Эмильевич попросил меня пойти в автомат позвонить Яхонтову. Позвать, что-то давно его не видно. Яхонтов не мог прийти, его был в цейтноте, обычном для эстрадных актеров праздничные дни. Набирали по нескольку выступлений на один вечер и мчались, сломя голову из клуба в клуб. Объяснение Яхонтова не удовлетворило Мандельштама и он начал его бронить. Что же он ставил ему в вину? Это вечный юноша, ему уже тридцать лет, а он еще весь в будущем? Человек в таком возрасте, живущий одними своими надеждами, неполноценен, сердился Осип Эмильевич. Жить нужно настоящим. Никогда нельзя было предугадать, что он скажет в ответ на самое обыденное замечание. В другой раз он неожиданно отозвался о том же самом Яхонтове в прямо противоположном смысле. Шел разговор о манере этого артиста заводить на улице случайное знакомство с женщинами. Рассказывали, что, выходя из дому, он заранее приготовливал любовные записочки в нескольких вариантах и вручал подходящий текст сегодняшней избраннице. Возмущались этим, считали ненормальным. Осип Эмильевич задумался, у нас это называется шизофренией. А где-нибудь в Париже обыкновенная жизнь мужчины. Весь Мопосан вышел из этого. У нас все читают и никто не удивляется. Повадилось заходить Адалес. Когда из Парижа приехал Эренбург, он пришел к Мандельштамам вместе со Святопол Кмирским. Адалес принимал участие в завязавшемся остром разговоре. Эренбург преклонялся перед прогрессивной политикой Советского Союза, восхищался строительством социализма, а мы, советские люди, не любили Эренбурга за то, что он хвалит издали то, что мы должны выносить на своей шкуре. Мандельштам объяснял, как трудно ему здесь работать, но Эренбург не хотел об этом знать. Когда он и Мирский ушли и все оживленно обсуждали речи Эренбурга, Адалес воскликнула «Чего вы хотите? Мужчина в 40 лет, вот и все». Но Надя меня уверяла, что Эренбург все понимает и что он показывал ей литографию, где изображен ад, насколько помнится в духе пушкинского Фауста. Так вот детей земных изгнания, какой порядок и молчание, и сравнивал эту неизбывную вечность с социалистическим раем. «Невозможно жить без какого-нибудь вина», вскричал Мандельштам, сидя у окна. Однообразное будничное течение жизни было для него непереносимо. Уехать куда-нибудь, позвонить по междугородному телефону, затеять скандал. Он сидел на такте по-турецки и ребячливо, капризно, излагал свои претензии доброму дяде. На этот раз это был опять зашедший на огонек Шкловский. «Меня надо, меня надо, не меняя позы, но все выше и выше подпрыгивая, на пружинах требовал Мандельштам, и Шкловский слушал, улыбаясь. А Осип Эмельевич с увлечением придумывал все новые пути спасения. Надо пойти в ЦК и сказать, попросить командировку, предоставить, поселить, убедить госиздат, дать большой аванс. С цыганами надо говорить по-цыгански, все с той же выразительной, на лице улыбочкой отвечал Шкловский. В том же флигеле на втором этаже жил малоизвестный писатель, с которым Мандельштамы как будто и не общались, но вот он скончался, и Надежда Яковлевна приняла горячее участие в организации его похорон. Она настаивала, чтобы гроб с телом был поставлен для прощания в доме Герцена, ходила туда с требованием гражданской панихиды, кричала, что отказ является нарушением устава мест кома литераторов. Я не могла понять, для чего это ей нужно. Хотела ли она оказать покровительство вдове, или я чего-то не знала про этого писателя, или просто у Нади пробудилась активная общественная жилка, и она выражала справедливое негодование. Была у Мандельштамов одна знакомая семья, адвокат О, его жена и маленькая дочь. Как-то, выйдя на улицу, они увидели очередь в ЗАГС, который помещался в том же доме, где они жили. В ЗАГСе, как известно, регистрируют браки, разводы, рождение детей и смерти. Девочка запомнила только последнюю категорию и простодушно спросила, это за гробами стоят? Замечание ребенка показалось апокалипсическим, и Надя повторяла вслед за ними, очень может быть, что и такое настанет. Мы не знали тогда, что миллионы наших соотечественников будут похоронены без гробов, а что среди них будет Осип Эмильевич, мне, по крайней мере, в голову еще не приходило. Внизу, рядом с Мандельштамами жил поэт Амир Саргиджан с женой. С ними Мандельштамы были в приятельских отношениях, соседи заходили друг к другу, но вот Саргиджан взял у Осипа Эмильевича взаймы 75 рублей и не отдавал. Это бесило Мандельштама, денег, конечно, у него уже не было. Стоя по своей привычке у окна и беспокойно разглядывая прохожих, он увидел, что жена Саргиджана возвращается домой, неся корзинку со снедью и двумя бутылками вина. Он закричал на весь двор. Вот, молодой поэт не отдает старшему товарищу долг, а сам приглашает гостей и распивает с ними вино. Поднялся шум, ссора, кончившаяся требованием женщины, чтобы Саргиджан побил Мандельштама. Тот так и поступил, причем ударил и Надю. Мандельштамы потребовали товарищеского суда. Надя расхаживала перед домом Герцена, демонстрируя свои синяки, и каждому знакомому заявляла с посветлевшими веселыми глазами «Меня избил Саргиджан, Саргиджан избил Мандельштама». И когда в доме Герцена был устроен товарищеский суд, маленькая комната была набита до отказа. Председательствовала Алексей Толстой. Я не присутствовала, так как была на службе, но вечером ко мне пришел Евгений Яковлевич и все рассказал. Даже он, всегда сдержанный, орал, топал ногами, вскакивал на стул, возмущаясь постановлением товарищеского суда. Оно было не в пользу Мандельштама. Но Саргиджану не было даже вынесено порицание. Это было несчастьем для Осипа Эмильевича, потому что превратилось в его навязчивую идею, на что он сам жаловался именно этими словами. Торжественно скандируя, он диктовал мне с мандельштамовской лапидарностью и метафоричностью одно из своих заявлений «Все по тому же поводу». Мне запомнилась оттуда такая мысль «Маленькая подлость», утверждал Мандельштам, «Ничем не отличается от большой». В апреле 1933 Мандельштамы уехали в Старый Крым. Но еще целый год Осип Эмильевич мучился этой растущей в его сознании распри. Ненависть его сконцентрировалась на личности Алексея Толстого. Через три-четыре месяца они вернулись в Москву. Что-то изменилось. Я это почувствовала при первой же встрече. Но тут же я уехала на месяц в дом отдыха. Когда вернулась осенью, чувство перемены охватило меня еще сильнее. Осип Эмильевич отпустил изящно подстриженную бородку, в которой проглядывала седина. Он расширился в плечах, поплотнел. Казался бы отяжелевшим, если бы не его постоянная нервная подвижность. На Надином лице я стала примечать следы возраста. В октябре ей должно было исполниться тридцать четыре года, и в ней уже предчувствовалась тридцатипятилетняя женщина. У ее брата стала заметна какая-то застылость. Мне казалось, что эмоции заменены у него рефлексами. А его мать, медик по образованию, еще минувшей зимой заговаривала о том, что у Евгения Яковлевича откладывается известь в сосудах. Осип Эмилич, говоря о нем, замечал, что сорок лет критический возраст для мужчины. Это барьер, если преодолеешь его благополучно, дальше уже можно жить, не задумываясь о возрасте. У меня с Евгением Яковлевичем произошел в это время разрыв, однако месяца через два мы помирились. Мы не можем поссориться, мы родственники, объяснял он. Что-то отпало в наших отношениях, но появилось и что-то новое. Другим стал и мой ровесник, 30-летний Борис Сергеевич Кузин. Где-то воодушевление, те сияющие глаза и звучный смех, с какими он вернулся в 30-м году из среднеазиатской экспедиции. С каждым годом он становился все мрачнее и нервознее. Иногда, от случая к случаю, он забегал ко мне, не засиживаясь позже 10-ти часов вечера и произнося на прощание одни и те же слова «Пора к маме, она будет беспокоиться. Мне еще нужно почитать перед сном». Он дочитывал вторую часть Фауста. Как я уже говорила, Геота читал в подлиннике. Я не понимала, в чем дело, пока Надя не открыла мне, что с ним происходит. Его систематически вызывал к себе следователь. От него требовали, чтобы он стал сексотом, то есть секретным сотрудником ГПУ, осведомителем. Угрожали арестом, уверяя, что недоноситель и сам является контрреволюционером. Подумайте, что будет с мамой, если вас арестуют. Мама умрет. Как вы жестоки. По словам Нади, требования, предъявляемые органами Кузину, относились только к университетским делам. В 1933 году Кузина действительно арестовали, но держали недолго. Мандельштамы пригласили его отдохнуть с ними в Старом Крыму. Там жила Нина Николаевна Грин, вдова писателя. Она появилась в Москве вскоре после смерти мужа и часто потом наезжала по делам литературного наследия Грина. Мандельштамы с ней подружились. Она стала у них своим человеком. На следующий год она как-то расцвела, преобразилась в хорошенькую сорокалетнюю вдовушку и, прогуливаясь под нарядным зонтиком, слегка напоминала кустодиевских красавиц. Приезжала она в Москву и зимой. Борис Сергеевич вернулся из Старого Крыма раньше Мандельштамов. Они направились еще в Коктебель. Там они собирали камешки и беседовали с Андреем Белым, оказавшимся одновременно с ними в писательском доме творчества. Вскоре после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на другую квартиру. Этот переезд совпал с новым периодом жизни Мандельштама. В Нащекинском его настиг взрыв поэтической работы и глубокий кризис во всех областях жизни семейной, профессиональной, политической. Нащекинский переулок дом 5 квартира 26. Переезд в отдельную двухкомнатную квартиру не был неожиданным. Он готовился исподволь, дебаты велись всю прошлую зиму. Дом был одним из первых кооперативных и кандидатуру каждого жильца обсуждали сами писатели. При упоминании фамилии Осипа Эмильевича они стонали «Ох, этот Мандельштам!» Я возмущалась, что такому большому поэту не дают квартиры, говорила об этом в доме Осмеркиных. Обывавший там поэт и прозаик Константин Аристархович Большаков возражал «Вы поймите, Мандельштам не имеет права на квартиру в писательском кооперативном доме, он даже не член союза поэтов». Энергия Мандельштама преодолела все препятствия. Мандельштам был включен в список членов кооператива. Кто внес за него деньги и вообще был ли сделан поевой взнос, не знаю, но какая-то неуверенность чувствовалась и продолжалась до самого последнего дня. По действующим тогда законам жильца нельзя было выселить, если на спорной площади стоит его кровать. Надя прекрасно это знала, и как только был назначен день общего вселения, она с ночи дежурила у подъезда, поставив рядом с собой пружинный матрац. Утром, как только дверь подъезда открыли, она ринулась со своим матрацем на пятый этаж, дом без лифта, и первая ворвалась в квартиру. Помогал ли ей кто-нибудь из друзей, не помню. И вот врезан замок, вселение совершилось. Квартирка казалась нам очаровательной. Маленькая прихожая, напротив дверь в крошечную кухню, направо неописуемая роскошь, ванная, рядом уборная. На той же правой стене вход в жилые комнаты, в первую узкую длинную проходную, за ней такой же длины, но гораздо шире, большая комната, причем обе они начинались близко от дверей, так что первая почти не ощущалась как проходная. Газовой плиты еще не было, поэтому кухня использовалась как третья жилая комната, она была предназначена для гостей. Стряпали в прихожей на керосинке, а когда наконец плиту привезли, то ее и установили там же. Убранство квартиры было замечательным, его почти не было. В большой комнате на стене направо от входа во всю ширину комнаты были помещены дощатые некрашные полки, а на них установлены книги из библиотеки Мандельштама, бог знает где хранившиеся все эти годы. Помимо итальянских поэтов я помню батюшкова без переплета, кажется, это были опыты, песни, собранные Киреевским, стихотворение Хомякова, Тарантас Сологуба с рисунками Гагарина. Кроме книг в каждой комнате стояло потахте, то есть чем-нибудь покрытый пружинный матрац, стулья, в большой комнате простой стол и на нем телефон. Эта пустота и была очаровательна. Конечно, во всем доме была прекрасная слышимость. Комната Осипа Эмильевича большая граничила с соседней квартирой из другого подъезда, откуда постоянно слышались стоны гавайской гитары. Там жил Кирсанов. Стены были проложены войлоком, из-за этого квартира очень хорошо отапливаемая была полна моли. Все пытались ее ловить, хлопая руками. Эти детали откликнулись в квартире Мандельштама стихотворения той поры. В новом жилище обнаружились ранее незаметные черты Мандельштамов, в первую очередь гостеприимство. Угощали тем, что есть, уютно, радушно, просто, и артистично. Желая компенсировать знакомых за свое былое житье по чужим квартирам, Мандельштамы с удовольствием пускали к себе пожить старых друзей. Прежде всего, была приглашена Ахматова. Но она выбралась только в середине зимы. Мне еще предстояло ее впервые увидеть. Некоторое время у них ночевал вернувшийся из ссылки Владимир Алексеевич пяст. Вначале его присутствие было приятно и интересно Осипу Эмильевичу, но потом он с удивлением стал говорить об одной утомительной привычке пяста. Он не ложился спать до трех часов. Хозяева бодрствовали вместе с ним, но вскоре заметили, что пяст вовсе не склонен поддерживать разговор. Они решили оставлять его с полуночи одного, но убедились, что он и не пишет, и не читает, а все-таки не ложится. «Что он там делает?» смеялась Надя. «Наверное, молится». Но Осип Эмильевич отрицал это, говоря, это какое-то бдение. Судя по его описанию, пяст сидел в сумеречном состоянии, ни сон, ни явь, и не имел силы переменить позу, раздеться, лечь, заснуть. Такое крайнее истощение нервной системы, пришедшее к пясту после перенесенных страданий, мне стало понятным впоследствии, после ежовщины, бомбежки, голода, разочарования и многих еще бед. Часто после войны я ловила себя на мысли «Я как пяст». Кстати, подобное пробуждение ассоциаций преследовало меня в 60-е годы, когда я получила в кооперативном доме однокомнатную квартиру. Я без конца занималась хозяйством, радуясь каждой бытовой мелочи и приговаривая про себя «Я Галина Мек». Это опять был след Надиных рассказов. После гибели Осипа Эмилиевича она некоторое время жила у Галины фон Мек, поселившейся после лагеря в Малом Ярославце. Приезжая в Москву, Надя описывала, как Галина два часа подряд моет свою ночную посуду, медленно и тщательно прибираясь в своей комнате. Такой синдром после лагерника наблюдали тогда у многих. Приходил к Мандельштаму ночевать один из бывших сотрудников московского комсомольца. Молодой парень, почему-то очутившийся за бортом, бездомный и нищий. Будем называть его Икс. Однажды вечером я застала Мандельштамов в суете и тревоге. Они бегали в волнении из комнаты в ванную, что-то мыли и вытряхивали. Понимаете? Икс завел у нас в шеи. Что делать? Поздно вечером раздался звонок в дверь. Даже Надя при всей своей несмущаемости пришла в замешательство. А Осип Эмильевич открыл дверь и, не впуская Икса в квартиру, сказал просто и прямо «Вот что, Икс, вы завшивили. Вам надо пойти в баню, вымыться и продезинфицировать всю одежду. После этого приходите. Сегодня, к сожалению, мы не можем вас впустить». Я видела по лицу Икса, что он был поражен ужасом, но обида не чувствовалась. Это было удивительное свойство Осипа Эмильевича важной минуты, а отказать в ночлеге бездомному человеку было очень трудно, у него появлялись решимость и прямота. При нервозности и суетливости Мандельштама это всегда поражало неожиданностью, так же, как его мужественное теплое рукопожатие и открытый взгляд прямо в лицо собеседнику. Из старых посетителей продолжал бывать Длигоч, поэт, тоже работавший ранее вместе с Мандельштамом в московском комсомольце. Теперь он являлся вместе с Диночкой Бутман. Эта актриса Травести почти карлица, но с большой головой красивой женщины, уже разъехалась с Яхонтовым, но не хотела выходить за Длигоча. И, сновясь с ним рядом перед зеркалом, говорила, «Я была женой Яхонтова. Может ли Длигоч быть мне парой?» Что касается Лили Поповой, то, оставаясь режиссером и главным сотрудником театра Яхонтова, она была теперь за композитором этого театра. Кажется, его фамилия была Цветаев. К несчастью, он был в заключении в исправительно-трудовом лагере. Лилия свято верила именно в исправительное значение места пребывания ее мужа. Она ездила к нему на свидание и очень хвалила начальника лагеря, характеризуя его как замечательного психолога и педагога. Мужа своего она считала виновным. Он вел дневник, где высказывался в духе Ницше, Шпенглера и все такое, брезгливо заключила Лиля, рассказывая Наде и мне об этой печальной истории. Она была на стороне московского следователя, который вызывал к себе Цветаева и учил его уму-разуму. Все было бы хорошо, но Цветаев не выполнил условий, поставленных следователем. Он не должен был никому рассказывать об этих своих посещениях. К несчастью, Лиля говорила об этом мягко и жалостливо. Цветаев сделался истерически болтлив. Однажды, излагая другу по телефону содержание последней душеспасительной беседы, он услышал в трубке знакомый голос следователя. «Так-то вы держите свое слово!» И Цветаев был осужден, кажется, на три года. В течение трех-четырех недель Мандельштамов ежедневно посещали нарбуты. Поэт Владимир Иванович и его жена Серафима Густавовна, с которой Надя была на «ты». Она считалась красавицей вамп. И действительно, в лице ее было что-то хищное. Продолговатый овал лица, породистый нос с горбинкой и тонкими крыльями, выпуклые веки, высокий подъем ноги, все линии были гармонично связаны. Серафима Густавовна принесла в Нащекинске свою распоротую меховую шубу, легкую, пропавшую духами и пыталась ее переделать своими руками. Денег на Скорняка не было. Уже установились Морозы, и она рассказывала, как ловит на себе жалостливые взгляды пассажиров, когда входят в вагон трамвая в демисезонном пальто. У Нарбута образовался в это время простой в заработках. Мандельштами делились с ними тем, что у них было. Надя с Симой пекли какие-то блинчики, варили кашу, а в дни получения Мандельштамом пайка готовили мясные блюда. Все это очень изящно подавалось на стол при помощи Серафимы Густавовны. Нарбут высокий, прихрамывающий, с одной рукой в перчатке, трофея времен гражданской войны, носил прекрасный английский костюм и имел гордый вид барина-чудака. Я про себя называла его князь. Разумеется, эти давнишние друзья Мандельштама были окружены наденными новеллами. Она по-своему пересказывала известную в литературной Москве историю первого брака Серафимы Густавовны с Юрием Олешей, о ее бегстве наподобие Настасии Филипповны от Олеши к Нарбуту и назад от Нарбута к Олеше, о женицбе Олеши на ее сестре, одним словом, о сестрах Суок, отчасти знакомых читателям по трем толстякам Олеши. В мемуарной литературе об Агритском третья сестра была за ним замужем и в последние годы по повести Катаева. Иногда Мандельштама таинственно говорили о возобновившейся ревности Нарбута или о какой-нибудь новой выходке Олеши и тон Осипа Эмильевича приобретал при этом неописуемую важность. Политическая биография Нарбута была полна драматизма. Но я знала об этом только со слов Нади, а это еще не дает мне права распространяться на эту тему. Года за два до той зимы я еще видела Нарбута на каких-то совещаниях, куда он приходил в качестве директора издательства «Земля и фабрика». Он сам был организатором этого издательства, но теперь оказался совершенно не у дел. Помню рассказ Нади о том, как вчера Нарбут весь вечер говорил о стремительном развитии индустриальной Японии и чувствовалось, что у него, по выражению Нади, мурашки по спине бегают, так он рвется к большому делу. А от других моих знакомых, некогда окончивших литературный институт Брюсова, а теперь служивших в какой-то редакции, я слышала гораздо более пренебрежительные отзывы о Нарбуте. По их словам, он сильно опустился, окружил себя всякой шпаной, постоянно околачивается с ними на радио и там постыдно халтурит. В доме Мандельштамов ничего этого не было видно. Нарбут был шутник и выдумщик. Однажды я позвонил по телефону к Мандельштамам, они все сидели за столом и стали по кругу передавать телефонную трубку, чтобы каждый сказал что-нибудь смешное. Когда очередь дошла до Нарбута, он спросил своим высоким и звонким голосом, «Вас разводят под Москвой?» И каждый раз, когда он встречал меня у Мандельштамов, он повторял этот вопрос. Оказывается, в вечерней Москве была заметка о подмосковном уголке зоопарка, где разводили страусов породы Эму. Мне очень хотелось пригласить Нарбутов к себе, но весь антураж моего дома не подходил для приема гостей, тем более, что Серафима Густавовна была такой хорошей хозяйкой. Даже одного Владимира Ивановича я бы не решилась позвать к себе на студенческий чай. Он князь, а не Хазин или Кузин, с которыми было проще. Шла подготовка к первому съезду писателей. В печати появлялись дискуссионные статьи о поэзии и прозе на новом этапе. Мандельштам и Нарбут, несмотря на кажущуюся независимость и индифферентность, следили за этой компанией. Как-то Нарбут пришел и обратился к Осипу Эмилевичу самым серьезным тоном. Мы решили издавать журнал. Он будет называться «Как?» Семен Яковлевич. В имени и отчестве Натсона сконцентрировалась вся ирония. Нарбута по отношению к современным дебатам о поэзии, а Осипа Эмилевича волновали больше проблемы прозы. Ненавидя писательную литературу, он пробормотал однажды горько и желчно. Скоро люди будут собираться в домкомах, кидаться друг на друга и тут же описывать. В предсъездовской печати уже намечалась будущая расстановка литературных сил. Мандельштам начинал понимать, что ему в этой новой табеле о рангах не приуготовлено никакого места. В то время Бонч Бруевич развернул энергичную деятельность по собиранию рукописей писателей. Он хорошо платил, а деньги были нужны всем. Писатели потянулись в литературный музей. Оценка материала в рублях механически вела к оценке удельного веса каждого клиента. Рукописи Мандельштама оценили в 500 рублей. Оскорбленный Осип Эмильевич вступил в переписку с Бонч Бруевичем и получил от него корректнейшее разъяснение, что по общему признанию Мандельштам является второстепенным поэтом. Эксперты в данном случае недалеко ушли от жены поэта Рудермана, обвинявшей, как я уже говорила Мандельштама в отсталости. Я и сама осеклась однажды на новом месте моей работы в Центральном бюро секции научных работников. Как только я туда поступила, Осип Эмильевич вскричал, «Эмма будет доставать нам путевки в санатории и дома отдыха». Я послушно заговорила об этом с доцентом, сельскохозяйственником, заведовавшим на общественных началах соцбытсектором. «Мандельштам?» отозвался он, такого поэта нет. Был когда-то поэтом. Мандельштам, еще в 1931 году писавший «Пора вам знать, я тоже современник. Попробуйте меня от века оторвать», продолжал выслушивать скептические замечания о своей отдаленности от духа века. Неудивительно, что, вернувшись однажды с прогулки в бесконечно печальном состоянии, он сообщил о только что происшедшем инциденте. Ему встретился какой-то писатель. Тот завел с Осипом Эмилиевичем оживленный разговор и неосторожно напомнил, что Мандельштама причисляли к неоклассикам. «У меня палка в руке!» гневно вскличал Мандельштам. После таких вспышек он всегда бывал очень грустен. Рукопись разговора о Данте, переданная Мандельштамом в госиздат, была возвращена ему без единого полемического замечания, но со множеством вопросительных знаков на полях. Если не ошибаюсь, эти пометы были сделаны рукой Дживелегова. В музыкальном театре Немировича Данченко и Станиславского была поставлена новая новаторская опера Шостаковича «Леди Магбет Мценского уезда». Я была на одном из первых спектаклей. Приблизительно в пятом или шестом ряду по другой стороне прохода сидел Мандельштам. Он был один. В антракте я подошла к нему. Осип Эмильевич был так взволнован, что, обращаясь к кому-то сидевшему впереди него, прям-таки воззвал в крайнем возбуждении. Это вагнеризм! И продолжал бурно беседовать с незнакомым слушателем. Дело Саргиджана не выходило из головы Осипа Эмильевича. Однажды он лежал на кровати, а рядом сидел Клычков. И в который раз с неотразимым красноречием и пылом Осип Эмильевич описывал ему эту прошлогоднюю историю. Клычков слушал, слушал и спокойно заметил. Конечно, он был неправ. Надо было сначала деньги отдать, а потом бить. Осип Эмильевич не сразу понял, о чем говорит Клычков. Настолько небрежная интонация не соответствовала убийственному содержанию реплики. Но через мгновение он вздрогнул и завопил. Наденька, выгоним его! Я в этот Эмильевич знаете, Клоделя не понимаете по-французски. На одной площадке с Мандельштамами занимал квартиру писатель, у которого жила молодая домработница Пулька. Подымаясь вместе с ней по лестнице, Осип Эмильевич уже не впервые разглядывал ее породистую красоту. Потом лежал на кровати, размышляя и, торжественно подымая вверх указательный палец, говорил, это неспроста. Он подозревал, что она вовсе не домработница и тут скрывается какая-то романтическая или политическая история. Внизу, на первом этаже, напротив Клычкова, жил писатель сатирик Ардов с молодой женой, актрисой художественного театра и ее маленьким сыном от первого брака Алешей Баталовым. Нина Антоновна Ольшевская принадлежала к первому послереволюционному выпуску школы Станиславского, который описан в его книге «Работа с актером». Она была красавица смешанных кровей, польской, аристократической, русской и татарской. Блестящие черные волосы, смуглый румянец и горячие по выражению Харджиева глаза подсказывали ему слово «цыганка», когда он говорил о Нине Антоновне. Вместе с подружками Нины Антоновны, Норой Полонской и Пилявской составлялся цветник прелестных женщин. Они собирались в этой новой квартире Ардова, где, кажется, кроме трильяжа в углу спальни и тахты никакой мебели еще не было. Ардов познакомился с Мандельштамами, и между обоими домами установились добрососедские, но не слишком близкие отношения. Иногда, ведя к себе домой кого-нибудь из встретившихся на улице знакомых, Осип Эмильевич по дороге звонил в квартиру Ардовых. Если дверь открывала Нина Антоновна, он представлял ее своему спутнику такими словами «Здесь живет хорошенькая девушка». После чего вежливо раскланивался, говорил, улыбаясь «до свидания» и вел своего гостя на пятый этаж. Нина Антоновна вспомнила об этом в 80-х годах, когда мы с ней встречались с специальной целью записывать ее воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой. Таков был бытовой фон, на котором разыгрались драматические события этого переломного для Мандельштама года. Конфликты большие и малые. Надя привезла из Крыма новое словечко «Возвращенцы». Она заимствовала его у Андрея Белого. Он рассказывал о радости встреч с вернувшимися из ссылки, а таковых в его среде было много не только потому, что он принадлежал к высшему слою русской интеллигенции, но особенно из-за антропософов, которых разгромили в двадцатых годах. Как известно, Андрей Белый был деятельным членом этого общества. А Осип Эмилиевич, упоминая в своих мыслях вслух о Коперниковом видении мира, связывал свои новые постижения с Коктебелем. Мне казалось, что многое из его слов было навеяно на этот раз беседами с Андреем Белым. И еще мне послышался тогда в его словах отзвук философии Шпенглера. Но я хорошо помнила, как, читая «Закат Европы», Осип Эмилиевич раздраженно бормотал немецкий профессор. Разговоров его на политические темы в это время я не помню. Но он сказал свое слово о кровоточащих ранах современности в стихотворении «Холодная весна, бесхлебный, робкий Крым». Оно стало известно впоследствии с искажениями, уничтожающими его художественную ценность. Об этом можно судить уже по первому стиху, неправильно напечатанному в американском издании «Холодная весна, голодный, старый Крым, вместо бесхлебный, робкий Крым». Некоторым это стихотворение показалось бедным, особенно рядом с пиршественным разливом красок, звуков и запахов, тогда же написанного в Крыму Ариоста. Евгений Яковлевич, например, утверждал, что это совсем не Мандельштамовское стихотворение, его мог бы написать Ходосевич, а вот Осмеркин сразу восхитился точностью крымского пейзажа с его неповторимыми признаками, все тот же кисленький кусающийся дым, от топки печей кизяком, апрельской глупостью украшенный миндаль и войлочная земля от сыплющихся лепестков тамарисков, делающих землю как мягкий ковер. На войлочной земле голодные крестьяне калитку стерегут, не трогая кольца. Совершенно перепутано в американском издании. Там серенький дым вместо кисленький и как в туфлях войлочных, что бессмысленно вместо на войлочной земле. Были люди, которые отрицательно отнеслись и к стихотворению Мандельштама «Квартира», обвиняя поэта в некрасовщине. «Мандельштам деградирует», отозвался друг Осмеркиных, Глубаковский, оказавшийся снобом. Восемь лет, проведенные в Соловках, не заставили его изменить свое отношение к искусству и поэзии. Интересно, как отнеслись к «Квартире» другие, немногие слушатели, которым я могла прочесть это стихотворение. Мать моей подруги Лены, врач-стоматолог, прогрессивная интеллигентка, активная общественница, делающая множество добрых житейских дел, как член месткома в поликлинике, неожиданно расплакалась и сказала «Это вся наша жизнь». А знакомый художник, тоже активно работавший в правкоме творческих работников, подошел к стихотворению Мандельштама с житейской стороны. Сволочь! Ему дали квартиру, на которую он не имел права, а он так отблагодарил. И только один Осмеркин чутко воспринял образ замкнутости, изоляции и безысходности, воплощенной в этом стихотворении. «Эмма, он хищник», встретила меня Надя в отчаянии, «он не хочет, чтобы к нам переехала моя мама, а я только для того и вырвала эту квартиру». «С какой-то аффектацией», она мне рассказала свой сон, «мама обессиленная падает к ней на руки с мольбой «Спаси меня». Про Осипа Эмелевича были сказаны очень жесткие слова, иллюстрирующие его эгоцентризм, умение подчинять в себе окружающих. Она понимала, что это не своеволие, а вынужденное поведение художника, который должен сам защищать свой талант, но сегодня она не повторяла свое любимое. Если Оси не будет разнузданным, он не будет писать стихи. Нет, она горько жаловалась на него, утверждая, что все поэты хищники, и не хотела с этим мириться. Желание Нади взять к себе мать понятно. Вера Якль на овдове в 1930 году жила одна в Киеве. Старшие дети не могли соединиться с ней. Как уже говорилось, незамужняя Анна Яковлевна не имела ни комнаты, ни постоянного заработка, а Евгений Яковлевич жил в одной комнате с женой. Но дело осложнялось тем, что Осип Эмильевич должен был взять к себе отца. Старик жил постоянно в Ленинграде у младшего сына Евгения Эмильевича. Как только Осип Эмильевич стал оседлым, то есть получил квартиру, персональную пенсию, маленькую, правда, паек, книжный распределитель, вопрос возник сам собой. Внутреннее распря, скрытое от посторонних глаз, продолжалось довольно долго. Отец Мандельштама приехал, был прекрасно принят Надей, но почему-то грустил, не хотел ходить за керосином и тайно жаловался мне со своим странным немецко-еврейским выговором. Мне плеха. Это выражение я помню из-за того, что оно вошло у нас с Леной в поговорку. Прожив довольно долго в Нащекинском, Эмиль Вениаминович вернулся к младшему сыну, а на смену ему вскоре приехала Вера Яковлевна. Пока еще не навсегда. И тут у Нади созрел план поселить свою мать в одной комнате с отцом Осипа Эмильевича. Мы были так глупы, что не понимали, насколько это предложение оскорбительно. А когда Вера Яковлевна решительно отказалась, он будет курить, храпеть, чужой старик, ни за что. Надя обратила все это в шутку. Мама женственная. Мы дураки, то есть Женя и я повторяли это хохоча. Победила в конце концов Вера Яковлевна. Она перевезла из Киева в Москву все свои вещи. Когда широкая никелевая кровать с шарами была поставлена в полупустую комнату Мандельштамовской квартиры, обаяние этого артистического жилья было утрачено. Но это случилось не сразу. Вера Яковлевна вросла в быт Нащекинского, и вскоре все гости стали называть ее вслед за Надей, хорошенькой старушкой. На самом деле она вовсе не была миловидной. У нее был резкий писклявый голос и развязные манеры. И только небольшой рост и старческая пухлость позволяли с большой натяжкой находить ее миленькой. Но она была умна и мужественно переносила потрясающее неустройство своих детей. Появление в Мандельштамовском кругу 25-летней Маруси Петровых прошло для меня незамеченным. Я не знала, что знакомство ее с Мандельштамами содействовало Ахматова, но когда и как это произошло, представляло себе смутно, так как осенью меня долгое время не было в Москве. Вначале я не обратила на Марусю никакого внимания. Я привыкла, что у Мандельштама время от времени появляется какая-нибудь новая девочка или достаточно молодая дама. Ей увлекались, но потом она исчезала, не оставив никакого следа в воспоминаниях разговорах. Маруся мне показалась тривиальной, косыночка похожая на пионерский галстук, мечта шить себе новое платье, чтобы пойти в нем на премьеру «Двенадцатой ночи» во втором Мхате, оживленные рассказы о кавказских приключениях, где кто-то злонамеренно разлучил ее в гостинице с мужем, Петрусем, кажется, агрономом по профессии. Она щебетала о вечеринках у себя дома, когда стулья сдвигались в угол, и молодежь танцевала фокстрот под стук разбуженных соседей в стенку. Я попыталась насмешливо отозваться о ее детском тоне и пустоте рассказов, но не тут-то было. Мандельштамы относились к ней серьезно. Осип Эмильевич уже признал ее хорошей профессиональной переводчицей стихов. И он, и Надя настоятельно приглашали ее, и она, видимо, охотно на это отзывалась. Еще одной новостью в быте Мандельштамов были свежие рассказы Нади об Ахматовой и ее сыне, о том, как они садятся рядышком, как два голубка. Где это она видела? В Ленинграде? В Москве? Лева действительно был в Москве проездом в Крым в археологическую экспедицию. Но она древна? Приезжала ли она тоже? Это так и осталось для меня неясным. У Нади уже был готовый рассказ о Леве. Он сосредоточен на проблемах древней русской истории, знает предмет как ученый, круг его интересов восходит, по-видимому, к Хомякову, девочками совершенно не интересуется, обожает мать. Участие Лева в научных экспедициях не было его штатной работой, а лишь сезонной. Сын Гумилева не мог поступить на постоянную работу, так же, как не мог получить высшего образования. Таким образом, он оказывался без социального положения, почти лишенцем. У Мондельштамов возникла идея хлопотать при моем содействии о приеме его в члены профсоюза на основании его договорных работ в экспедициях. Я, конечно, согласилась. Дело в том, что Центральное бюро секции научных работников, где я тогда служила, находилось в ведении ВЦСПС, будучи частью ЦК профсоюза работников просвещения. Приблизительно в октябре в бюро пришел молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами. Назвав меня по имени отчеству, представился Лев Гумилев. Внешне он мало выделялся в общей массе научных работников с периферии, которые постоянно толпились в бюро. Сообщив некоторые необходимые сведения о себе, он спросил меня на прощание с инфантильной легкостью, хотите конфетку? И бросил на стол леденец. Когда дня через два он уехал, а я пришла к Мандельштаммам, Надя поспешила мне передать его небрежный отзыв обо мне. Обыкновенная делопутка. Таков был сын казненного Гумилева в роли просителя. Тем не менее, я очень рьяно взялась за его дела. Вначале начальство отнеслось к моему ходатайству благожелательно, к таким людям особый подход, но постепенно, когда вопрос предстал перед высшим начальством, президиумом ВЦСПС, оказалось, что времена уже изменились и никаких особых подходов не будет. Это я наблюдала в бюро и на других примерах. Лёва остался до поры до времени в том же заштатном положении, в каком был. Как-то утром я была у Мандельштаммов. Раздался звонок в дверь. Вошел Лёва озаренной радостью возвращающийся со встречи Старого Нового Года у Маруси Петровых. Оказывается, он опять приехал в Москву и гостил у Мандельштаммов по их «Где мой дорогой мальчик?» восклицал Осип Эмильевич, не заставая Лёву дома. Он почти не расставался с ним, они постоянно куда-то убегали вместе. Однажды вернулись из ломбарда, где простояли целый день. Они оживленно рассказывали о своих победоносных словесных стычках в очереди. Самую агрессивную девушку Лёва схватил за руки, предлагая «Выходите за меня замуж!» Мандельштам веселился. Он привел с собой Лёву в госиздат, где по окончании рабочего дня читал нескольким собравшимся, редакторам и авторам, разговор о Данте. «Интересно было?» спросила я Лёву. «Очень. Хорошо прошло. Замечательно. Обсуждали? Нет. Почему же? Никто ничего не понял. И я тоже ничего не понял. Так что ж хорошего? Все равно интересно». В другой раз вернулись домой оживленные и возбужденные только что заходили к Клюеву. Осип Эмилевич цитировал его стихи и показывал, как гордо Клюев читал их. Широкие рукава рубахи надувались, как воздушные шары, казалось, Клюев плывет под парусами. Этот визит мало соответствовал осторожности по отношению к Лёве, громогласно объявленной Мандельштамами при его первом появлении. Еще менее осторожно было вовлечение Лёву в распри Мандельштама с Алексеем Толстым. Лёва должен был подстерегать его, чтобы вовремя подать сигнал Мандельштаму. Тогда Осип Эмилевич должен был возникнуть перед графом и дать ему пощечину. В связи с этой затеей оба друга, старые и юные, просиживали в какой-то столовке или забегаловке у Никитских ворот, недалеко от дома Алексея Толстого. Этот район имел и другую притягательную силу. Неподалеку был Гранатный переул, где жила Петровых. Она не служила и, несомненно, они забегали к ней в дневные часы. Ревность, соперничество были священными атрибутами страсти в понимании Мандельштама. Как это интересно! — У меня было такое же с Колей, — восклицал Осип Эмилевич. У него кружилась голова от разбуженных Лёвой воспоминаний о Николае Степановиче, когда в голодную зиму они оба домогались в Петрограде любви Ольги Николаевны Арбениной. Умер Андрей Белый. Взволнованная Надя рассказывала, что именно довело его до удара и кончины. Только что вышла из печати его мемуарная книга «Между двух революций» с предисловием Каменева. Он назвал всю литературную деятельность Андрея Белого трагефарсом, разыгравшимся на задворках истории. Андрей Белый скупал свою книгу и вырывал из неё предисловия. Он ходил по книжным магазинам до тех пор, пока его не настиг инсульт, отчего он и умер. Мандельштамы были на похоронах. Надя отметила, что только одна учительница отважно привела туда своих учеников проститься с гениальным писателем. Остальным педагогам, очевидно, это было не в подъём. Одни по своему невежеству вообще не знали, кто такой Андрей Белый, другие знали, но не посмели вовлекать в это событие школьников. Я тоже не была, хотя кончина Белого была для меня большим переживанием. Ведь с пятнадцати лет я воспитывалась на стихах Блока и Белого, его симфонии были для меня откровением, а Серебряный Голубь я любила даже больше, чем Петербург. Но всё это было так давно, жизнь так резко изменилась с тех пор, и я была так задавлена своими службами, что не могла отпроситься с работы для неофициальной церемонии. Да и вообще мне всегда были тяжелые внешние проявления чувств, и я избегала всяческих демонстраций. Но стихи Мандельштама на смерть Андрея Белого я приняла в самое сердце. Осип Эмельевич послал эти стихи вдове Андрея Белого, они ей не понравились. Как это могло случиться? Разве она читала что-нибудь лучшее в те траурные дни? Я не заметила никаких признаков обиды или раздражения по этому поводу у Мандельштама, но мне было видно, что он искренне и глубоко огорчен. Никогда не ожидая от меня критики своих стихов, на этот раз он хотел знать, чем конкретно мне так нравится его оба стихотворения на смерть Андрея Белого. В общих чертах я постаралась определить свое отношение к ним. Я сказала что-то вроде того, что в них выражена преемственность эпох, что точно обозначив первородство философской и поэтической мысли Белого в начале века, Мандельштам сказал об этом средствами современного сознания, выразителем которого он и является. «Вы самая умная женщина в Москве», удовлетворенно отозвался Осип Эмильич. «Вероятно, Бугаева, вдова Белого, не одобрив присланных ей стихов Мандельштама ссылалась на их непонятность. Вскоре Надя подарила мне черновой автограф, отвергнутого самим поэтом варианты стихотворения на смерть Белого. К сожалению, он не сохранился, так как был уничтожен моей подругой Леной, которой я дала его на хранение. Черновик представлял собой клочок бумаги приблизительно в одну шестнадцатую листа, на котором рукой Мандельштама мелко-мелко были записаны, несколько раз поправлены, затем вынесены два стиха над зачеркнутым целиком текстом, а затем снова все сплошь тщательно зачеркнуто. Стихи, вероятно, предназначались для срединных стров стихотворения. Меня преследуют две-три случайных фразы. Несколько раз перечеркнутый текст с трудом поддавался прочтению, но запомнившееся мне обилие сложных слов, характерных для философской лирики Мандельштама не позволяет признать в этом черновике запись пропавшего стихотворения «Откуда привезли? Кого? Который умер?» Как об этом неверно сообщает Надежда Мандельштам в своей второй книге. К тому же это стихотворение, где спародирована бессмысленная разговорная речь любопытствующих обывателей, не нуждалась в таком трудном поиске выражения, о котором свидетельствовал выброшенный Осипом Эмилиевичем черновик. Надя подарила мне его как образец автографа, интересного своим внешним видом, а вовсе не для сохранения его содержания. На роль единственного хранителя текста я была предназначена Мандельштамами совсем в другом случае, более ранним. Утром неожиданно ко мне пришла Надя, можно сказать, влетела. Она заговорила отрывисто. Ося сочинил очень резкое стихотворение. Его нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. Мы умрем, а вы передадите его потом людям. Осип прочтет его вам, а потом вы выучите его наизусть со мной. Пока никто не должен об этом знать, особенно Лева. Надя была очень взвинчена. Мы тотчас пошли в Нащекинский. Надя оставила меня наедине с Осипом Эмилиевичем в большой комнате. Он прочел. Мы живем под собою, не чуя страны. И так далее, все до конца. Теперь эта эпиграмма на Сталина известна. Но прочитав заключительное двустишее, что не казнь у него то малина и широкая грудь осетина, он скричал, нет, нет, это плохой конец, в нем есть что-то цветаевское, я его отменяю, будет держаться и без него. И он снова прочел все стихотворение, закончив с величайшим воодушевлением, как подковы дарить за указом указ, кому в лоб, кому в пах, кому в бровь, кому в глаз. Это комсомольцы будут петь на улицах, подхватил он сам себя ликующе, в большом театре, на съездах, со всех ярусов. И он зашагал по комнате. Обдав меня своим прямым огненным взглядом, он остановился. Смотрите, ни к кому, если дойдет, меня могут расстрелять. И особенно гордо закинув голову, он снова зашагал взад и вперед по комнате, на поворотах приподымаясь на цыпочки. Потом мы уединились с Надей, и она стала мне говорить эти стихи по строчкам. Тут же она мне сказала вариант пятого стиха. У него на дворе и собаки жирны. Мне казалось, что все это глубоко погребено. До осуждения Мандельштама я ни одному человеку об этом стихотворении не говорила и уж, разумеется, не читала. Но как-то при мне зашел о нем разговор между Мандельштамами, и Надя безмятежно заявляет, что Нине Никола Внегрин больше нравится другой вариант. Вот тебе и раз. Оказывается, я не одна посвящена в тайну. И я не знала, что существует совсем иная редакция. Ахматова. Его душили собственные ненапечатанные стихи. Так протекало предгрозовое время последнего года московской жизни Мандельштама. В эту взрывчатую атмосферу влилась новая струя. Приехала Ахматова. К приезду Анны Андреевны Осип Эмильич заготовил шуточное длинное послание, в котором были такие фразы. Если у вас закружится голова, обопритесь о господствующий класс. Вы будете говорить, а мы будем слушать, слушать и понимать, слушать и понимать. Анне Андреевне отвели кухоньку без плиты, и эта маленькая келья прозвана была капище. Следующие комнаты тоже получили соответствующее название, но я их не помню. С Осипом Эмильевичем у Анны Андреевны были свои отдельные разговоры, я при них не присутствовала. Только однажды, заглянув по какой-то надобности в капище, я застала их вдвоем. С детским увлечением они читали вслух по-итальянски божественную комедию. Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырывавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. «Ну, теперь вы, а теперь вы», подсказывали они друг другу. Как-то веселые оживленные вернулись они вдвоем из гостей. Осип Эмильевич сделал за один вечер несколько графов. Не так и не с тем поздоровался, не то сказал на прощание, и, главное, скучал, слушая чтение нового перевода Эдипа в колонне. Переводил Шервинский вместе с Ниллендером. Кажется, именно Ниллендер и читал в этот вечер. Домашние смешки и словечки вылились в шуточное стихотворение Мандельштама. «Знакомство нашего на склоне Шервинский нас к себе зазвал послушать, как Эдип в колонне с Ниллендером маршировал». Ахматова дружила с Шервинским. Но для Мандельштама поэта и деятеля искусств подобного склада были противопоказаны. Так как я слышала много восторжных отзывов о Шервинском от его учеников, в частности от моей подруги Лены, от артистов чтецов, студентов ГИТИСа, от переводчиков, я спросила Осипа Эмилевича, как он относится к нему. «Молодой человек с причистенки», равнодушно ответил Мандельштам, имея в виду поколение, вышедшее из семейств в московской высшей академической среды, он таким и остался. Анна Андреевна стала собираться домой в Ленинград приблизительно в конце февраля. Провожать ее поехал на вокзал Лева. Как только за ними закрылась входная дверь, Осип Эмилевич бросился на тахту и скричал «Наденька, как хорошо, что она уехала! Слишком много электричества в одном доме!» После отъезда Анны Андреевны в доме Мандельштамов наступила какая-то пасмурность. У них появилась тень раздражения против нее. Надя с оттенком недоброжелательности указывала, что Ахматовой легко сохранять величественную индифферентность, так как она живет за спиной Пунина. Как бы ни было запутано ее семейное положение, но жизнь в этом доме хоть немного, но обеспечивала ее. А Мандельштаму приходится вести ежедневную борьбу за существование. Осип Эмилевич утверждал, что Ахматова неофициально классиком. Зашел у меня разговор с ним о ее поэзии, и среди его одобрительных слов мелькает все-таки замечание о манерности ее ранних стихов. Впрочем, добавляет он, тогда все так писали. После обычных бормотаний Мандельштам проговаривает с осуждением аутоэротизм. В другой раз Надя резко критикует «безвкусные завершения» в некоторых стихотворениях из четок и белой стаи, как можно писать «даже тот, кто ласкал и забыл» или «улыбнулся спокойно и жутко». Лева подарил мне свою фотографию, сделанную для удостоверения. На обороте стал писать о крастих. Эмаль, алмазы, позолота. Могли б украсить египтян моей же девы стройный стан. Дальше он не мог придумать. Ходил по комнате и повторял эти строки певучей и высприньне. Осип Эмильевич выхватил у него перо, быстро переделал стройный на «красит» и стремительно приписал «Аршин, трико иль шевиота». В марте Лева уехал в Ленинград, но через месяц вернулся в Москву. Однако Мандельштам и его к себе не пустили. Он, как и было при Анне Андреевне, ночевал у Ардовых. Там актрисы с соленой анекдоты Виктора Ефимовича, всеобщий бесшабашный тон, который охотно поддерживала Надя. А Мандельштам снова впал в страшное беспокойство. Как только Лева подымался от Ардовых наверх, Осип Эмильевич встречал его словами «Сделаем что-нибудь гадкое». И они звонили по междугородному телефону Канни Андреевне в Ленинград. Мандельштам продолжал бесноваться. Куда он убегал из дому и кого встречал и с кем разговаривал, я тогда не знала. Впоследствии выяснилось, что он продолжал искать случай дать пощечину Алексею Толстому и читал почти направо и налево свои стихи о Сталине. Теперь ему опять не доставало Ахматовой. Он требовал по телефону, чтобы она вернулась в Москву. Однажды после такого разговора обратился ко мне вне себя. В конце концов, мы акмеисты, члены одной партии. Ее товарищ по партии в беде, она обязана приехать. Ахматова приехала 13 мая. Они провели вместе один день. Поздно вечером явились ГПУшники с ордером на арест Мандельштама. Всю ночь производили обыск. Осипа увели. Вокруг ареста и ссылки Мандельштама. 14 мая утром я пришла в Нащекинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами, тогда еще черными. У нее сделалась сильнейшая мигрень, чего по ее словам с ней никогда не бывало. Я узнала все. Мне рассказали, как к Мандельштама впервые пришел в гости переводчик Бродский, как засиделся допоздна к досаде хозяев и уставшей Ахматовой, как его застали ГПУшники и на какие подозрения навел этот визит, не был ли Бродский подослан, чтобы наблюдать за поведением хозяев при позднем звонке в дверь. Эти подозрения, как говорят, были совсем напрасными и не подтвердились последствия. Надя сказала мне отдельно, что один из обыскивающих вошел в домоуправление, вернулся с документом о временной прописке Льва Гумилева у Мандельштама, показал его Осипу, грозно спросив, а это что? Рассказали, как обыскивали, смотрели рукописи. Десять дней мы мучились догадками, за что взяли Мандельштама? За пощечину Алексею Толстому или за стихи? Я не могла быть откровенной с Ахматовой, я думала, что она не знает стихов о Сталине. Приходила я в Нащекинске так часто, как могла, в свободное от работы время. На лестнице была слежка. Постоянно полуоткрыты двери квартир, то домработница с кем-то беседует, то какая-нибудь парочка любезничает. Вскоре в писательском доме заговорили про Мандельштамов, у них собирались. Хуже обвинения быть не могло. Если собирались, значит, группа или заговорщики. Кто это собирался, горько говорила Надя? Эмма? Борис Сергеевич? Распространителем этих слухов она считала Адуева. Через 10 или 15 дней Надю вызвали по телефону на Лубянку. Следствие закончено. Мандельштам высылается на три года в Чердынь. Если она хочет, она может его сопровождать. Мы сидели в Нащокинском и ждали возвращения Нади. Она пришла потрясенная, растерзанная. Ей трудно было связано рассказывать. Это стихи. О Сталине, квартира и крымская холодная весна. Мандельштам честно, ничего не скрывая, прочел все три. Потом он их записал. Как? С последними двумя строками? Ведь он их отменил, это я вскричала. Прочел и записал все целиком. Запись стихов о Сталине уже лежала у них на столе. Это она узнала от самого Осипа. Она видела его. Рассказывала с душераздирающей нежностью, как он кинулся ко мне. Наденька, что со мной делали? По Надьным словам у следователя был список того варианта, который был известен только Марии Петровых и записан ею одной. Его допрашивали об эпиграмме на Сталина. «Кто это мы? От чего имени вы говорите?» Хотели создать дело о контрреволюционной группе. «Мы докладывали высшую инстанцию», сказал Надя следователь. Имени Сталина он не называл, но было ясно, что он цитирует его. «Изолировать, но сохранить» такова была директива. Это избавило всех нас от привлечения к делу. Первыми словами Наде обращенными ко мне в отчаянии были «Эмма, Ося вас назвал». Она смотрела на меня в ожидательной со страхом. Модельштамм сказал так. Стихов о Сталине он никогда не записывал и не распространял. Это стихотворение знали только члены его семьи. Жена, брат Александр, брат жены и Эмма Герштейн. Надя рассказывала сбивчиво. Ему устраивали инсценировки, будто бы за стеной расстреливаются участников. По словам Нади, Осип кричал «Как вы смеете расстреливать Эмму Герштейн? Она совершенно советский человек». Сам он уже в 1936 году в Воронеже рассказывал мне об этом иначе. Будь то бы это следователь кричал на него «Как вы смеете клеветать на Эмму Герштейн? Вполне советского человека». Что было на самом деле на допросах, я, конечно, не знаю. Но переданная Наде и версия была полностью принята мною на веру. Поздравляю. «Теперь на вас заведено досье», сказала мне Анна Андреевна, когда мы оказались с ней вдвоем в маленькой комнате. Тогда я была шокирована этими разумными словами Ахматовой. «Если бы я могла в ту минуту охватить взглядом последующие двадцать лет, когда во всех инстанциях, отделах кадров, редакциях, квалификационных комиссиях и в Союзе писателей я слышала только одну фразу «Вам отказано». Может быть, я бы и призадумалась, но в тот день не было не до того». Надя продолжала «Мандельштам не мог долго отпираться и называл уже не членов семьи, а всех, кому читал свое стихотворение, в том числе и Марусю Петровых». «А, театралочка», отозвался следователь, и это казалось Наде подозрительным. Она обвиняла Марусю в том, что еще до ареста Мандельштама она забыла на подоконнике машинописный список его новых стихов, подаренный ей Надей. «И зачем она тут ходит и ломает руки?» раздражалась Наде. Свои опасения она высказывала как бы от имени Осипа Эмилиевича, но после того, как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были разом сняты. До самой своей смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их все последующие тридцать лет осталась неомраченной. Мы сидели рядом с Надей на такте в большой комнате, в доме суетились друзья, входили и выходили, собирали деньги и все необходимое для отъезда. Приоткрыла дверь Сима Нарбут, но только она шагнула в комнату, Надя вскричала, «Сима, прости, я сейчас никого не могу видеть, кроме своих!» А тут сидела я. Надя была в полубреду. Она произносила имена Шенгели и Нарбута с какими-то подозрениями, оказывается, и им Осип читал свое стихотворение. А кого уж тут подозревать, если я знаю теперь четырнадцать слушателей? А где гарантия, что их не было больше? Так художник Тышлер утверждал, что Мандельштам читал ему эти стихи в присутствии нескольких людей. О некоторых слушателях Мандельштама я узнала только в Воронеже, об Ахматовой, Пастернаке, Кузине. А о том, что стихи о Сталине были известны и Льву Гумилеву, отчего специально предостерегали меня Мандельштамы. Я узнала лишь от Анны Андреевны через двадцать лет. Пора было ехать. Надя засунула в старую потрепанную сумку врученные ей собранные деньги, побросала в корзинку какие-то вещи и поехала. Я смотрела на нее с благоговением. Анна Андреевна, Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич поехали с ней. Меня просили остаться с Верой Яковлевой. Женя вернулся поздно, весь вывернутый наизнанку. Он рассказал нам, как уезжала с другого вокзала в Ленинград Анна Андреевна, как они дождались Надю с Осипом. Подробности его рассказа я не помню. Они заслонились описанием этого события в листах из дневника Анны Андреевны. Этот незабываемый день описан дважды. В воспоминаниях Анны Ахматовой и воспоминаниях Надежды Мандельштам. Существуют и ненапечатанные редакции воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме. В более известной напечатанной Анна Андреевна, перечисляя красивых и очень нарядных, посетительниц Надежды Яковлевна во время ареста Осипа Эмильча продолжает, а мы с Надей сидели в мятых вязаных кофтах, желтые и одеревеневшие. С нами были Эмма Герштейн и брат Нади. В другом варианте листов из дневника, датированном 28 июля 1957 года, Ахматова описывает приезд Надежды Яковлевны в Ленинград после второго ареста Мандельштама. У нее были страшные глаза. Она сказала, я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер. И затем, отступя, Ахматова заключает, В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы. У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надюша овдовела, писала она. В некоторых авторизованных копиях указаны фамилии упомянутых лиц. Московская приятельница Эмма Григорьевна Герштейн, подружка Лены Елена Константиновна Осмеркина. Добавлю, что дочь Осмеркиных, Лиля, родилась 30 января 1939 года, а подружка Надюша, то есть Надежда Яковлевна, вызвала меня к Харджиеву в день моего возвращения домой из Ленинграда, чтобы сообщить о смерти Мандельштама. К этому страшному дню я еще вернусь. В книге воспоминания Мандельштам пишет о моем приходе 14 мая 1934 года в Нащокинский так. Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата. И он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде арестовали, забрали, посадили. У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя никого по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому, кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Не знаю, кто из нас выносил из квартиры Мандельштама его рукописи. Куда? Ахматова в Москве была не дома, а Ахазин и я могли сами ждать обыска, поскольку принадлежали к тесному домашнему кружку Осипа Мандельштама. Я помню другое. И помню хорошо, потому что у меня осталось вещественное доказательство. Портфель школьного формата с полуоторванной крышкой, постоянно попадавшийся мне на глаза во время генеральной уборки комнаты, пока я через 27 лет не выбросила его при переезде на новую квартиру. Это был Надин портфельчик. Мы набили его семейными документами Хазиных с тем, чтобы я сожгла их в моей печке. Это были бумаги, собранные для получения наследственных денег из Нью-Йоркского страхового общества после смерти отца Хазиных в 1930 году. Как раз в эти годы открылся Торксин, и Хазины законным образом получили в счет следуемых им из Нью-Йорка денег боны. Но все-таки они опасались, как бы в случае повторного обыска эти документы не послужили бы дополнительным материалом для обвинения Хазиных в буржуазном происхождении или еще в чем-нибудь. Впрочем, я не читала этих бумаг. Я вынесла их из поднадзорной квартиры Мандельштамов и всю ночь жгла. Но бумага была так толста, что не сгорала окончательно в небольшой топке моей комнатной печки. Пришлось вытаскивать отдельные листы и сжигать их на свече. Это и есть опыт со свечкой, который так не точно описан во второй книге Надежды Мандельштам. Последнее стихотворение «Откуда привезли? Кого? Который умер?» не имеет конца, пишет она. После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмми Герштейн. Он, незамеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свече и так далее. В первой книге «Мемуаристки» говорится о кучах рукописей, которые Ахматова, она, Хазин и я выносили куда-то из квартиры арестованного поэта. Во второй из этих рукописей выделился только один незамеченный обыскивающими листок, и листок этот зачем-то был отдан мне. Хотя это, как утверждает Надежда Мандельштам, был единственный автограф ненапечатанного стихотворения на смерть Андрея Белого. Она ошибается, как уже было сказано выше. Еще до ареста Мандельштама Надежда Яковлевна подарила мне клочок бумаги, менее чем в одну шестнадцатую листа, на котором были записаны, несколько раз поправлены, затем вынесены поверх всего текста два стиха над целиком зачеркнутым текстом, а затем снова все сплошь зачеркнуто. Несколько раз перечеркнутый текст с трудом поддавался прочтению, но запомнившееся мне обилие сложных слов, характерных для философской лирики Мандельштама, не позволяет признать в этом черномике запись пропавшего стихотворения «Откуда привезли?» который умер». По всей вероятности, это был черновой вариант одной из стров стихотворения «На смерть Андрея Белого. Меня преследуют две-три случайных фразы». А стихотворение, где спародирована бессмысленная разговорная речь любопытствующих обывателей, не нуждалось в таком трудном поиске выражения, о котором свидетельствовал выброшенный Осипом Эмилевичем Черновик. Надя подарила мне его как образец автографа, интересного своим внешним видом, а вовсе не для сохранения основного текста. Когда Мандельштаму уехали в Чердынь, я немного пришла в себя и подумала о своем положении. На всякий случай я отдала дорогие мне письма и стихи некоторых поэтов, очень любящие меня к кузине. Но автограф только что высланного Мандельштама она не рискнула взять, а я не имела права ей его навязывать. Так как она никакого отношения к этой стороне моей жизни не имела. Моя неизменная подруга Елена предложила мне отдать его ее матери. Мы всегда относим к ней все, что хотим уберечь от любопытных глаз, сказала она. Шура, ее муж-художник, хранит там даже порнографию, то есть то, что называли порнографией наши ретивые критики. Однако через несколько дней Елена пришла ко мне с сообщением, что мать вернула ей автограф Мандельштама. У нее и так хранились бумаги сына ее подруги, юноша, высланного за принадлежность то ли к сионистам, то ли к меньшевикам, не помню. Ну, хорошо, давай его мне, придумай что-нибудь, говорю я. А я его спустила в уборную, ответила Лена. Я была убита. Там ничего нельзя было разобрать, оправдывалась Лена. В эти же дни неожиданно вернулись из чердыни Мандельштамы. Я с сокрушением успела рассказать Наде об этом печальном эпизоде и о реплике Лены. Надя грустно ответила. Вот такие черновики разбирают текстологи. Итак, Мандельштамы приехали из чердыни. В Москве они должны были получить новое направление в ссылку, кажется, им был предложен некоторый выбор. Воронеж был предпочтен другим разрешенным городам. В рассказах Надя о поездке в чердынь фигурировал грузовик, которого испугался Осип Эмильевич. Шофер был человек с лицом палача, воображаю, козырек на глаза, жесткая складка рта или сладкая улыбка и рыжая борода. Я видела и таких, и таких. Мандельштам решил, что его везут расстреливать. Он не хотел садиться в машину. Не могли подобрать шофера с более человеческим лицом, возмущалась Надя. Она смело отправляла телеграммы в Москву, в ЦК, в ГПУ, в Сталину. Поэта довели до сумасшествия. Это государственное преступление. Поэт отправлен в ссылку в состоянии безумия, вопила Надя по телеграфу. Когда Мандельштам заменили чердынь Воронежем и мы обсуждали, кто добился этого, охматывали ходатайствовавшее перед Янукидзе или Бухарин, написавший Сталину. Поэты всегда правы, история за них. Или Пастернак, которому, как теперь широко известно, звонил по поводу Мандельштама Сталин. Я, полушутя полусерьезно говорила, это вы, Надя. Вас испугался сам Сталин. Я преклонялась перед нею. Мандельштам был оскорблен, что попал в чердынь в общество политических ссыльных меньшевиков, эсеров, бундовцев. Между бывшими членами разных партий вспыхивали распри. В воронежских стихах станции им посвящена строка «Клевещущих козлов не досмотрел я драки». Слышала от Надя тогда же. В Москве Мандельштамы задержались дня на два, на три. Осип был в состоянии оцепенения. У него были стеклянные глаза, веки воспалены. С тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо, впоследствии прыжка из окна второго этажа Чердынской больницы. Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я оставалась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито, осторожно, рука. Провожали их на вокзал Александр Эмильевич, Евгений Яковлевич и я. По дороге заезжали на Кузнецкий мост выправлять еще какие-то документы. За нами шли не скрываясь. Оттуда поехали на трамвае. Надя с братом сели с вещами на переднюю площадку второго вагона, а Осип Эмильевич, его брат и я стояли на задней площадке того же вагона. Я еще не отдавала себе отчета, но уже заметила, что Мандельштам точным, примеривающим глазом смотрит на мостовую. И не успел я сообразить, что он делает, как он со своей подвязанной рукой спрыгнул с трамвая на ходу. Справился он с этим прыжком великолепно и спокойно пошел через пыльную вокзальную площадь, замощенную булыжником, лавируя между машинами и телегами, не сталкиваясь с людьми, суетливо тащившими к вокзалу свои мешки. Никто из нас не решился спрыгнуть вслед за Мандельштамом. Мы не знали, что делать и с облегчением вздохнули только на платформе, куда Осип Эмильевич пришел молчаливый и задумчивый. Прощаясь, он поцеловался со мной, и я старалась не задеть его больную руку. В вагоне у окна сидел плотный румяный блондин в фуражке с голубым околышем. Он не спускал с нас глаз. Надя часто наведывалась в Москву, иногда задерживаясь здесь на три-четыре недели. Это было нужно для сохранения квартиры, поддержания старых связей, поисков литературных переводов и, по правде сказать, для отдыха от Осипа Эмильевича. Первое время с ним было особенно трудно, когда он еще не отошел от лубянского и чердынского шока. Оставлять его одного было нельзя. В один из первых найденных отъездов на смену ей поехала ее мать, но решительно отказалась повторить этот опыт. Вера Яковлевна подробно описывала мне состояние поведения Мандельштама в Воронеже. Из этого рассказа мне запомнились два эпизода. Они шли куда-то вдвоем по городу, было жарко и пыльно. Осип Эмильевич был в пароксизме желчного раздражения. Он требовал, чтобы Вера Яковлевна шла быстрее, кричал, на нее ругался, а она не могла идти. Башмак натер ей ногу. Какой-то прохожий обратился к нему сукоризной. Эй, дед, ты что так лаешься со своей старухой? Он думал, что я жена Осипа, а не теща. С ужасом заключила Вера Яковлевна. В комнате Осип Эмильевич долго стоял у окна и ничего не говорил. Вдруг он закричал «Ласточка, ласточка!» Осип Эмильевич, что с вами? А вы разве не видите? Вот ласточка летит. Я посмотрела в окно, продолжала Вера Яковлевна. Никакой ласточки нет, вообще не пролетела ни одной птицы. Он сумасшедший, я вам говорю, это галлюцинации. Бедная Вера Яковлевна. Со своим трезвым взглядом медика она не могла знать, что ласточка протекающий образ поэзии что в этой жалкой воронежской комнате Мандельштам призывал или оплакивал свою музу «Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать». Из Воронежа пришло письмо ко мне от Нади. Какой там особый код? Хотя письмо было послано по почте, написано оно было тоном партийной директивы. Короткими односложными фразами до моего сведения доводилось «Ей надо ехать в Москву на месяц по квартирным делам. Нужно заменить ее при оси. Мама больна, больше быть воронежа некому, так что, писала Надя, придется ехать вам». Ни одного человеческого слова, голый приказ. Полное равнодушие к моим обстоятельствам. Даже не равнодушие, а пренебрежение, ведь она знала, что я тревожусь за судьбу другого, более близкого мне человека, чем Осип Эмилиевич, и тоже поднадзорного. Я простила Осипу Эмилиевичу его поведение на следствии. Забыла о некоторых весьма ощутимых зазубренных в наших личных отношениях. Естественно, когда настали трагические дни, когда Наде так требовалось плечо друга, все было отброшено, но это только стимулировало новые требования. Придется ехать вам, а работа? Как же мне жить? Я делилась своими волнениями с Диночкой Бутман. Она вызвалась поехать в Воронеж вместо меня. Не помню уж, как она прожила там в одной комнате с Осипом Эмилиевичем целый месяц. У Нади впоследствии не нашлось ни одного теплого слова, обращенного к этой маленькой женщине. Как только Надя приезжала в Москву, я ее навещала, и не только я, а все старые друзья, и она бывала у всех, у кого хотела. Я и сейчас, когда вижу маленькие мандарины, вспоминаю, как мы выбегали за ними в буфет Кропоткинского метро во время наших посиделок у Нади. У нее я ближе познакомилась с Харджиевым, который до ареста Мандельштама бывал у них редким гостем, чаще, когда приезжала Ахматова. Теперь он регулярно посещал Надю во все ее приезды из Воронежа. Он стал одним из тех, кто готов был оказывать Мандельштамам посильную материальную помощь, я не знала об этом. Но однажды, когда Николай Иванович был крайне раздосадован ими, а Мандельштама умели доводить до такого состояния ближних, у него вырвалось «Если бы вы знали, что я продал, чтобы послать им денег?» Первое издание Каневского. Надя привозила в Москву новые стихи Мандельштама. Читала их, радуясь каждой строке и повторяя особенно ей полюбившиеся, например, «Шароватых искр пиры но мне, милей простой солдат, которому никто не рад» или «Мальчишка океан встает из речки пресной и чашками воды швыряет в облака». Она читала стаккат то в быстром темпе, но у нее не было музыкальности поэта, и Клычков однажды взмолился, «Не подражай Мандельштаму, читай просто, я так не понимаю». Как не любил Клычков Мандельштама, но он когда Надя привезла стихотворение «Это какая улица? Улица Мандельштама». Эти стихи казались ему нескромными. Он считал, что Мандельштам преувеличивает свое значение. Нам, мне и Евгению Яковлевичу вначале воронежские стихи не нравились, были непонятны. Я полюбила сразу только Камский, особенно «День стоял о пяти головах». Я была без ума от этого стихотворения и читала его всем своим друзьям, «Но этот цикл мы воспринимали как уральский». Женя сказал, ему подарили Россию. А первые чисто воронежские стихи казались нам либо перегруженными, либо риторическими и натянутыми. «Лед пробил щегол, мой щегол, я голову закину, которого я сразу ощутила как новую классику». Надя рассказывала о работе Осипа Эмилича в театре и на радио, о том, как радуют его приезжающие гастролеры-музыканты. Об этом свидетельствует шальное виртуозное стихотворение, так называемая «Скрипачка». Зато она грубо насмехалась над приезжими, уклонявшимися от визита к ним. Она испытывала особое удовольствие, уличая в трусости писателей. У нее даже глаза светлели при этом. Однажды приехала в Москву почти ликующее «Эренбург», пробывший три дня в Воронеже, где он выступал, не зашел к ним. Она была недовольна Ахматова из-за ее стихотворения «Воронеж». Приехала к ссыльному поэту, а о чем написала? О памятнике Петру? О Куликовом поле? Вероятно, поэтому уже в 50-х годах Анна Андреевна приписала к своему стихотворению новую заключительную страфу «О в комнате опального поэта» и так далее. Я убеждена, что в 1936 году ее не было. Что мешало бы Ахматовой прочесть ее Наде в те годы? Анна Андреевна не могла напечатать ее в сборнике 1940 года из шести книг по цензурным соображениям, но ближайшие слушатели знали бы трагическое заключение Воронежа. В беге времени стихотворение датировано 1936 годом, но о позднем происхождении последней страфы говорит и анализ текста. Разве можно писать про живого поэта о надвигающейся на него беспросветной ночи? Ясно, что это написано ретроспективно. А в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. Это горько ироническая интонация появилась у Ахматовой в стихах более позднего периода, когда и разговорная ее речь стала уснащаться бытовыми остротами, приближающимися к прибаутке, дежурит страх и муза в свой черед. И резкие ритмические перебои — все это признаки стиля поздней Ахматовой. Мало того, изменился весь смысл стихотворения. Раньше оно печаталось со строчкой точек, заменяющей подразумеваемую пропущенную предпоследнюю строфу. Это умолчание объясняло, почему в последней строфе изменено глагольное время с настоящего на будущее. Зазвенят. Тут подразумевается несомненно победоносная сила поэзии, противопоставленной беде, ознаменованной в первой редакции стихотворения строкой точек. Прошу сравнить. Первая редакция. И город весь стоит оледенелый, как под стеклом деревья, стены, снег. По хрусталям я прохожу несмело, узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским вороны, до тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный, в солнечной пыли, и куликовской битвой веют склоны, могучей победительной земли. Отточие. И тополя, как сдвинутые чаши, над нами зазвенят сильней, как будто пьют заликование наше на брачном пире тысячи гостей. Вторая редакция. И город весь стоит оледенелый, как под стеклом деревья, стена, снег. По хрусталям я прохожу несмело, узорных санок так неверен бег. А над Петром Воронежским вороны, до тополя и свод светло-зеленый, размытый, мутный, в солнечной пыли, и куликовской битвой веют склоны, могучей победительной земли, и тополя, как сдвинутые чаши, над нами зазвенят сильней, как будто пьют заликование наше на брачном пире тысячи гостей, а в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед, и ночь идет, которая не ведает рассвета. Получается другое противопоставление. Выходит, что в стихотворении описана прогулка по Воронежу с каким-то другим лицом, с которым пережито ликование природы, ощущение истории родной земли, а в комнату опального поэта гуляющие только зашли, чтобы убедиться, что на него надвигается беспросветная ночь. По-моему, стихотворение испорчено. Желание сказать в лоб о судьбе Мандельштама привело не к прояснению текста, а к его двусмысленности. Рукописи стихотворения Ахматовой, в частности, Воронежа, я не видела, поэтому все сказанное здесь остается только догадкой. Вскоре после описанных событий лета 1934 года меня сняли с работы в 24 часа и выдали отвратительную характеристику. Я омыкалась до 1936 года, когда устроилась в литературном музее, но не на штатную, а на сдельную договорную работу. Как только я получила первые деньги, я поехала в Воронеж. Поездка была тяжелая, дорога длилась чуть ли не 36 часов, а может быть и более. Я вспоминала недавнюю поездку Анны Андреевны к Мадештамам. Провожали ее из Москвы Евгений Яковлевич и я. Он не догадался сразу при входе в вагон заказать у проводницы постель. Когда я спохватилась, ни белья, ни матрацев уже не осталось. Я с огорчением сказала об этом Анне Андреевне, прямо сидевшей на жесткой скамейке. Она ответила по-королевски небрежно, все равно. На вокзале меня встретила Надя. Дома Осип Эмильевич спросил тотчас, надолго ли? Да, ответила я радостно, на все майские праздники, на три дня могли не приезжать. Пауза. Я думала, вы пробудете месяц, но недели три, но я ведь на работе, Осип Эмильевич. Вы не в штате. Они жили тогда в неплохой комнате, недавно снятой в одном из лучших домов Воронежа, построенном для инженерно-технических работников. Это был новый кирпичный дом, трехэтажный. Квартира с удобствами, но ванна была покрыта простыней, жильцам не разрешалось в ней мыться. Вторым жильцом был молодой человек. Главным его занятием была игра на бильярде. Его прозвали артист. Модельштам и подозревали, что он приставлен к ним для слежки, а я так тщательно скрывала в Москве, что еду в Воронеж. На второй день праздников он вернулся домой в дреск пьяный. Надя с ним возилась, в конце концов уложила на кровать, сняв с него башмаки. В ней есть что-то от бабы, а не от дамы, одобрительно заметил как-то Николай Иванович Харджиев, говоря о Наде. Улицы города были запружены гуляющими. Среди них не было ни одного интеллигентного лица. На второй день Осип Эмильевич почувствовал себя плохо. Я была с ним у дежурного врача в поликлинике обкома в светлом, просторном полуподвальном помещении тоже нового дома. Врач холодно и внимательно слушал речь Модельштама, а Осип Эмильевич, подергивая верхнюю губой, пространно и наукообразно описывал свою болезнь. Слово «аорта» играло в этом монологе большую роль. Познакомилась я у Модельштамов и с Сергеем Борисовичем Рудаковым. К нему на праздники приехала из Ленинграда жена Лина Самойловна Финкельштейн. Осип Эмильевич был в сильном беспокойстве. Он рвался куда-нибудь. Я потом всегда вспоминала этот день Воронежа, читая стихи. Когда на жесткие постели ложилось бремя вечеров, и, выходя из берегов, деревья, бражники шумели. Ах, как это сказано! Бремя вечеров! Олицетворение ссылки. Вдруг влетело двое юношей лет двадцати-двадцати двух. Отец одного из них был директором кооператива, то есть попросту продовольственного магазина. У него была казенная машина. Мальчики поехали любоваться лозунгами, красными флагами, иллюминацией. Они пригласили поехать с ними Мандельштама. Осип Эмильевич весь загорелся, посовещался с Надей, но ответ был предрешен. Он едет. Вернулся он с прогулки в радостном возбуждении. Мальчики, их было уже четверо, поставили бутылку вина. Они попросили Мандельштама почитать и подскакивали от восторга, когда он с неистовым воодушевлением читал свои стихи. Я скажу тебе с последней прямотой, все лишь бредни Шерри Брэнди, ангел мой. Он всегда читал это стихотворение как двустишие. Третий день моего пребывания в Воронеже. Завтра утром я уезжаю. Осип Эмильевич завел со мной решительный разговор. Поскольку я не желаю оставаться дольше, я обязана сделать в Москве то, что сделала бы Надя, если бы я заменила ее здесь. Я должна пойти в ЦК партии и рассказать, как погибает в Воронеже Мандельштам. Ему не дают работы. Он умирает с голоду. Последнее было трудно изобразить, потому что как раз на празднике у Мандельштама были курица и сгущенное молоко. Так что у меня даже не могло быть непосредственного эмоционального порыва. Но не в этом дело. Как я могу пойти в ЦК защищать и требовать чего-то, если я не умела говорить даже с начальником отдела? Я упорно отказывалась. Это не действовало. Наконец я сказала то, с чего надо было начать. Да кто ж меня пустит в ЦК? Не беспокойтесь, важно ответил Осип Эмилич. Если вы только скажете, что приехали от поэта Мандельштама, вас сразу захотят выслушать. Может быть, но не в бюро пропусков. Ну, хорошо, смилостивился Осип Эмилич. Тогда пойдите к Ставскому. Он начал меня учить, что и как я должна говорить генеральному секретарю Союза советских писателей. Предприятие это было совершенно безнадежным, потому что я и к Ставскому не сумела бы попасть на прием, а если бы попала в Новом Мире, где он был главным редактором, то при первой же его враждебной реплике, а она бы непременно была, я бы смешалась. Таким образом, я отказалась и от этого проекта. «Может быть, вы боитесь?» спросил Мандельштам вызывающе. «А хотя бы», ответил я спокойно, но уже со сдержанной яростью. «А-а-а-а!» хвастливо закричал Осип, оглядываясь на Надю. Она стояла поодаль в берете и кожаной куртке, держа в руках пачку рукописей рабкоров и начинающих писателей. Ей давали их на рецензии в редакции газеты «Коммуна». Надя напряженно прислушивалась к нашему разговору. «А-а-а!» хвастливо закричал Осип, посматривая на Надю. «Мемуары будете писать после моей смерти? А о живом поэте не думаете?» Я физически почувствовала, как бледнею от бешенства. Мемуары я пишу сейчас, через сорок лет, но тогда я об этом и не помышляла, потому что с Мандельштамами меня связывала душевная близость, а не историко-литературный интерес. По мере того, как кровь отливала от моего лица, в глазах Осипа отражалось что-то вроде испуга. «Наденька, оставь», сказал он. «Я знаю Эммина лицо. Теперь она непреклонна». Надя с силой швырнула от себя пачку рукописей, они разлетелись веером по полу. «Это государственное преступление держать тебя здесь!» закричала она. «Я не могу заниматься этой ерундой!» Она потрясала поднятыми верх руками. Куртка ее распахнулась. «Наденька, перестань!» власно сказал Осип. «Мне надо поговорить с Эммой». Мы остались вдвоем. Как обычно, после вспышки Мандельштам стал спокойным и ласковым. Он подсел ко мне. «Я к вам неравнодушен». «Наш разговор тембрирует». «Все это означало, что Надя рвется в Москву?» «Ее надо сменять». «А с кем попало, он никак не может оставаться. Ему нужен человек близкий». Рудаков все-таки мужчина. Это не то. Да и отношения в этот период между ними были несколько натянутыми. О политической стороне дело, о моем положении он и думать не хотел. Тогда я наконец заговорила о его поведении на следствии, чего я себе не позволила ни разу при встречах с Надей в Москве. Но перед лицом все увеличивающихся требований Мандельштамов я решила поставить в конце концов точку над «и». «Ведь уверенность в друге должна быть взаимной?» Осип Эмильич начал мне объяснять. Вы же сами понимаете, что больше никого я назвать не мог. Не Ахматову же или Пастернака. О Кузине думать было нечего, вы же знаете. Он имел в виду недавний арест Бориса Сергеевича и его поднадзорное положение. «Ну и Лева», многозначительно сказал он, играя на моем особенном отношении к Леву Гумилеву. «Довольно грустно узнать, что тебя заранее решили принести в жертву, чтобы спасти других. Я этого не сказала, конечно, но Мальдельштам почувствовал неловкость. Чтобы загладить ее, он сослался на следователя, назвавшего меня совершенно советским человеком. Все это было уже ни к чему. Я уже знала, что от первоначального намерения Мальдельштама, безусловно, согласованного с Надей, очень скоро ничего не осталось. И Пастернак, и Ахматова попали в представленный Осипом список людей, слышавших его эпиграмму на Сталина. Он стал мне рассказывать, как страшно было на Лубянке. Я запомнил только один эпизод, переданный мне Осипом с удивительной откровенностью. Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек, я упал на пол, бился, вдруг слышу над собой голос. «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно?» Я поднял голову. Это был Павленко. Но что я могла сказать? Мы порешили, что в Москве я отыщу Лилю Попову Яхонтову и передам ей записку от Осипа Эмильевича. Поезд уходил рано утром. Тихо постучали Рудаковы. Лина Самойловна тоже возвращалась домой, в Ленинград. Мы отправились на вокзал. Мандельштам не поехали меня провожать, не простились со мной, не встали, не проснулись. Это давало мне полное моральное право не выполнять поручения Мандельштама. Но он не осмелился писать Лиле Поповой, пересылая по почте, и я не могла не передать письмо от Сыльного. Попова жила по тем временам очень далеко, где-то за Савеловским вокзалом. Я давно еще слышала от Наде, как Лиле живет с Цветаемым в маленькой комнатке, где помещается один рояль. И она лежит по целым дням на этом рояле и думает, готовит очередную постановку. Она всегда оставалась режиссером и литературным сотрудником Яхонтова. Но застала я совсем другую картину. Меня впустила соседка. Она объявила, что Лиле уехал на свидание к мужу в лагерь. Он уже давно осужден. Женщина, видимо, была очень добрая и помогала Лиле. Она рассказывала, как они с Лилей собирали посылки для Цветаева, которые она же отвозила в какие-то маленькие города на почту, какие-то замечательные варежки связала на Цветаеву. Лиля повезла их ему. Касалось прочих подробностей специфических забот жены каторжника. Мы как-то сразу почувствовали доверие друг другу, но оставить у нее записку ссыльного Мандельштама для отсутствующей Лиле, особенно при ее обстоятельствах, я не решилась. Придя домой, я сожгла это письмецо. Предварительно я заглянула в него. Своим изящным пластичным почерком Осип Эмилевич писал «Лиля, если вы способны на неожиданность, вы приедете». Срок ссылки Мандельштама кончился в мае 1937 года. Они вернулись в Москву. Я бывала у них часто. Опять оставалась с Осипом Эмилевичем вдвоем. Несколько человек его сразу навестили в Нащекинском. Однажды я отворила позвонку дверь, на пороге стоял мой бывший школьный товарищ Илья Фейнберг. Теперь он стал профессиональным литератором, автором документальной книги об империалистической войне 1914. Но больше всего он интересовался Пушкиным, что позволило ему после Отечественной войны занять одно из ведущих мест среди советских пушкинистов. Осипа Эмилевича он застал лежащим в кровати. Тем не менее, радостно поприветствовав возвращенца, Илья Львович завел с ним разговор о Пушкине Тынянова. Мандельштамп читал первые части этого романа в Воронеже и восхитил Фейнберга своими неповторимыми суждениями об этом незавершенном труде Тынянова. Надежда Яковленно, боясь перевозбуждения Осипа Эмилевича, стала считать ему пульс, а мы с Ильей, уйдя в другую комнату, еще поговорили о судьбах наших школьных товарищей. В один из этих первых дней Осип Эмилевич стоял лицом к окну возле тахты, собираясь лечь. Вместо этого стал говорить о Москве. Она его тревожила. Что-то он здесь не узнавал. Об ушедших и погибших друзьях он не говорил. Так все делали. У каждого такие утраты падали на дно души, и оттуда шло тайное излучение, пропитывавшее все поступки, слова, смех, только не слезы. Такова была специфика тех лет. Осип Эмилевич стал говорить о московских встречах. Это была блестящая импровизация, мне запомнилось, и загадочный Хаджиев с большой головой. Успокоившись, Мандельштам заговорил в раздумье. И люди изменились. Все какие-то... Он шевелил губами в поисках определения. Все какие-то... какие-то... поруганные. С такой грустью он это сказал. От самого сердца. Анна Андреевна приехала. Она остановилась у Софьи Андреевны Толстой Есениной в одном из Причистинских или Остожинских переулков. Я пошла ее провожать от Мандельштамов. Мы зашли в дом. Остались одни в комнате, отведенной Анне Андреевне. Она прилегла на диван, потом сама предложила мне записать какие-нибудь свои стихи. В первый раз за все время нашего знакомства. «Ну, что вы хотите?» Я попросила музу. «Если плещется лунная жуть, и от тебя я сердце скрыла». Она вырвала из альбома лист и на трех его страницах написала карандашом эти три стихотворения, пометив «Переписано 10 июня 1937 года, Москва». «А на четвертой странице я вам напишу вот что», предложила она. «Это было заклинание». Я не знала этого стихотворения. Она поставила дату 15 апреля 1936 года и объяснила «Это 50-летие Гумилева». Когда я вернулась к Мадельштамам, они меня расспрашивали. Я показала автографы Ахматовой. «Не могли попросить новые стихи, с презрением, сказала Надя. Это всем известные». Осип Эмилич возразил «Нет». «Заклинание новое». «Да, но...» И Надя сказала что-то пренебрежительное. Осип Эмилич не соглашался. Вот я вспомнила, как можно определить его интонацию в таких случаях. Он говорил с уважением, важно подтверждая свои слова легким киванием головы. Я застала его в пижаме на тахте. Надя уходила. Мы остались вдвоем. Он весь светился и прочел целиком стихи о неизвестном солдате. Потом попросил меня записывать под его диктовку. «Знаки припинания можете не ставить, все само станет на свое место». Он сидел на тахте в своей любимой позе, скрестив ноги по-турецки и диктовал. Вторая главка начиналась со строк. «Будут люди холодные, хилые, убивать, холодать, голодать». Вообще вся нумерация глав была не такой, как принята сейчас. Строк про Лейпциг и Ватерло не было совсем. Очевидно, Модельштам считал, что они перегружают поэму. Когда дошел до стиха «Ясность ясеневая, зоркость явровая», перебил сам себя. Ах, как хорошо! Ясность ясеневая, зоркость явровая, чуть-чуть красная мчится в свой дом, полуобмороком затоваривая оба неба с их тусклым огнем. Ох, какой полет, какое движение! Все так же, сидя по турецки, он скакал на пружином матрате и повторял, жмурясь от удовольствия, «Ясность ясеневая, чуть-чуть красная мчится в свой дом». Закончил бравурно, концертно, твердо, глядя мне прямо в глаза, «В ненадежном году из столетия окружают меня огнем». Он умел завершать чтение своих стихов апофеозом. Потом он попросил меня прочитать весь текст, вслух. «Вы хорошо читаете», сказал он, «и мне не хочется это забывать». «Это будет окончательной редакцией», решил он. Подписал О. М. Май 1937 В. И отдал мне. Увы, авторизованный список стихов о неизвестном солдате пропал у меня во время войны, вместе с принадлежащим мне экземпляром возмездия блока, с интереснейшими пометками модельштама на полях и с книгой его статей о поэзии. Все это взял у меня Рудаков, но в августе 1943-го его арестовали, и спрашивать уже было неского. И опять такой же вечер. Осип Эмилич снова лежит на такте, но взгляд у него застывший. Я сижу напротив, разговор наш еле цедится. Наконец он произнес, «Понимаете, кто-то прислал мне новую итальянскую книгу об архитектуре? А ведь в Италии фашизм?» Он беспокойно о чем-то размышляет. «По-настоящему я должен пойти в ГПУ и сообщить об этом? Что вы так на меня смотрите?» Глаза у него совершенно стеклянные, как тогда, когда он приехал из Чердыни. «А разве вы не пошли бы в ГПУ, если бы, например, узнали о политическом заговоре против нашей страны? Или военную тайну фашистов, которая угрожает нашему государству? Конечно, пошли бы, «Да-да, вы сейчас можете пойти?» «Да, в ГПУ должны пойти вы. Вы скажете, поэту Мандельштаму присылают из фашистской Италии литературу. Он не знает, кто ему подбрасывает эти книги. Это провокация. Нужно принять меры, чтобы оградить советского поэта от...» и так далее, и тому подобное. Я слушаю его в смятении. К счастью, в это время вернулась Надя. Я ушла, ничего и не сказав о нашем разговоре, торопясь на последний трамвай. Мне было ужасно тяжело. То Мандельштам назначает меня для хранения тайны его антисталинского стихотворения, то посылает в ГПУ делать сообщения. Но главное не в этом. Тяжко было смотреть на поэта до такой степени травмированного. Наутро я проснулась с камнем на сердце. Что это ужасное было вчера вечером? Не успел я очнуться, телефонный звонок. То ли Надя, то ли Женя, не помню, срочно вызывает меня к Мандельштамам. Я решила, что Осип отправился в ГПУ и произошло нечто страшное. Но когда я примчалась в Нащокинске, я застала непонятную картину. Осип Эмилич сидит на стуле в костюме, при галстуке и ботинках, а Наде нет. С небрежной улыбкой он обращается ко мне и говорит вкратчиво. Понимаете, оказывается, я не имею права жить в Москве. Мы про это ничего не знали. В Воронеже, когда мне выдали паспорт, мне ни слова не сказали про какие-то там минусы, ограничения. Сегодня утром приходит милиционер и требует моего выезда из Москвы в течение 24 часов. Надя пошла в город шуметь, собирать деньги, а мы с вами вот что сейчас сделаем. Мы выйдем на лестницу, и я упаду в припадки. Вы поднимите крик, выбежите на улицу, будете стоять перед нашим подъездом и сзывать народ. Вот безобразие, поэта выкидывают из квартиры, больного поэта высылают из Москвы. Я буду биться тут же в подъезде. В это время появится уже Надя. Ну, идем. Я торопела. Нет, я не могу, бормотала я. Он меня настойчиво уговаривал. Но почему же? Осип начинал сердиться. Симуляция самый испытанный метод политической борьбы. Ну, идемте же. Нет, вы дура, закричал Осип и стал тащить меня за руку. Идем, я покажу, что значит настоящая политическая симуляция. Я покажу. В это время влетела Надя. Весь ее вид выражал один грозный вопрос. Наденька, она не идет. Надя бросила на меня негодующий взгляд. Последующий разговор был быстрым, резким, непередаваемым, сразу забытым. Я ушла. Что было дальше в этот день, я не знаю. После того, как на протяжении суток Мандельштам требовал от меня и похода в ГПУ с донесением, и участия в его политической борьбе с тем же ГПУ, я больше в этой игре не участвовала. Стало слишком очевидным, что Мандельштамы хотят иметь во мне ни друга, ни соратника, ни почитателя, поэта, а раба, полностью отрекшегося от своей личности, от своей жизни. Вскоре я узнала, что они приняли решение, на которое мало кто отваживался в то страшное время. Оно было основано на глубокой вере Мандельштама в могущество своего таланта, на своеволе его жены и на страстном желании обоих остаться в Москве. Вероятно, разумнее было бы увезти Мандельштама куда-нибудь за стоверстную зону или в Старый Крым, где продолжала жить вдова Грина. А там уж настигла бы его судьба или миновала, неизвестно. Но в 1937 году болтаться по Москве и Ленинграду, не имея права жительства в этих двух городах, упрямо мелькать перед глазами насмерть перепуганных литературных деятелей или распалившихся от крови администраторов, было безумием для каждого, а для больного Мандельштама трижды безумием. Но Надя не могла противостоять стихийной тяге Мандельштама к легализации. А Осип был беспрерывно подстегиваем Надей в ее азарте авантюристки. Осип с пафосом читал повсюду свою оду Сталину, надеясь на ее успех у вышестоящих. Но, кажется, эти стихи производили благоприятные впечатления только на Лилю Яхонтову. Она уговаривала Осипа Емельича обратиться к Сталину с покаянным письмом и грозилась сама послать такое письмо Баждю, если Мандельштам этого не сделает. И вы знаете, она может, она такая. С ужасной тревогой говорил мне Евгений Яковлевич. Он справедливо опасался, что в угаре арестов и казней напоминание об авторе страшной эпиграммы приведет к катастрофе. Осип Емельич не понимал, что его торжественные большевистские стихи совсем не во вкусе тогдашних законодателей литературы. И куда он лезет? Он им совсем не нужен, сокрушался мой друг, да и фамилии его им не импонируют. Под величайшим секретом он меня посвятил в тайну одного известного советского писателя, которому предложили в новом мире переменить свою еврейскую фамилию на русский псевдоним. Тем не менее, устоять перед натиском одержимости Мандельштама было очень трудно. Это сказывалось и на случайных бытовых эпизодах. Евгений Яковлевич мне рассказывал, что Мандельштам заставил его тещу прервать свои занятия с певцами. Она бросила своих певунчиков спуститься к малознакомым жильцам на нижнем этаже и попросить их дать возможность Мандельштаму позвонить по их телефону. Он был в таком отчаянии, обнаружив, что у Хазиных испорчен телефон, что строгая Мелита Абрамовна изменила всем своим привычкам, однако, вернувшись к себе, промолвила, он сумасшедший. Моя Елена описывала, как Мандельштамы приезжали к ним обедать и сколько тревоги они вносили с собой. Но хозяева быстро вовлекались в их ритм. Осип Эмилевич вел интересные застольные беседы о литературе, а Осмеркин гордился тем, что поддерживает гонимого поэта. Он сделал несколько его портретных зарисовок карандашом. Один из этих застольных набросков мне очень нравился, сходство с Мандельштамом было уловлено замечательно. Иногда Мандельштамы как будто забывали о своих бедах и в противовес им пытались веселиться. Однажды днем зашли ко мне с приехавшей из Воронежа Наташей Штемпель и мы вчетвером пили вино. Ко мне они приходили только днем. Нелегальных ночевок в квартире моего отца я не могла им предоставить. Надя рассказывала, что у Шкловских домработница была так вышкалена, что как только Мандельштамы входили, она тотчас кормила их, даже если хозяев не было дома. Вначале они и ночевали там нередко, но Василиса Георгиевна подсмотрела через занавеску, что на улице был установлен надзор за ними. А может быть, ей это показалось. Тогда Мандельштамы стали ночевать в Марьиной роще, номинально у своячницы Шкловского, так как она была там прописана, а фактически у Николая Ивановича Харджиева. Окна комнаты Натальи Георгиевны выходили на улицу, этаж первый, Мандельштамом было жутко там. Они переходили в девятиметровую комнату Николая Ивановича, он уступал им свою тахту, сам ложился на раскладушку. Я шла к Харджиеву по пустынному Александровскому переулку. Было уже темно. На тротуарах слякоть, я шла по мостовой. Вижу, навстречу мне месяц грязь, Осип Эмилевич в черной меховой куртке с высоко поднятой головой, а рядом плетется понурая Надя. Я окликнула их, поклонилась, но Надя посмотрела неопределенным взглядом, а Осип, не меняя положение головы и почти не шевеля губами, произнес «Мы не знакомы, мы не знакомы». Однако это уж слишком, подумала я, опять Надины фокусы. Но когда я вошла к Николаю Ивановичу, сразу все открыл мне дверь с потемневшим лицом. Они привели с собой шпика, объявил он. Мандельштамы пришли к нему без предупреждения. Вскоре они заметили какую-то тень за окном. Оно было низенькое и выходило во двор. Кто-то нагло заглянул через стекло в комнату. Николай Иванович быстро распахнул окно. Какой-то человек неспеша отошел и скрылся за выступом дома. Мандельштамы посидели-посидели, не выдержали и ушли. Я рассказала Харджиеву о нашей встрече. Мы поняли причину их странного поведения. Они хотели оградить меня от внимания наблюдателя. Это был последний раз, когда я видела Осипа Эмилича. Таким я его и запомнила. Высоко поднятая голова, черный мех собачьей куртки у шеи, матовое лицо и цепкий полукосящий взгляд в полусвете фонарей. Куда пошли Мандельштамы в тот вечер, не знаю. Они не раз еще ночевали в Марьиной роще и обнадеженные и довольные уезжали от Харджиева в санаторий. Осип Эмилиевич оттуда уже не вернулся, как известно, был там арестован, помещен в Бутырскую тюрьму, откуда был отправлен в пересыльный лагерь под Владивостоком. Описать это время невозможно. В январе 1939 года я возвращалась из Ленинграда в Москву. Как мало времени прошло, а как все круто изменилось. В Ленинграде я прожила недели три, как на пепелище. Осенью 1938 Анне Андреевне пришлось разойтись с Пуниным. Он завел себе новую подругу жизни. Лева был арестован, и его страшное дело еще тянулось. Анна Андреевна переехала в другую комнату Пунинской квартиры. Я остановилась в Академии художеств в мастерской Осмеркина, но и из его друзей в Ленинграде тоже не осталось многих, и эти несчастья как бы отбрасывали тень на когда-то такую веселую мастерскую. В Ленинград я поехала делать доклад в Пушкинском доме о кружке 16. Эти мои занятия Лермонтовым, переменившие мою судьбу в начале Брикосвина, связанные с Мандельштамами. Эхенбаум остановился в Москве на их квартире в Нащекинском, это было в январе 1936-го. Вместе с ним был Маргулис. Он познакомил меня с Эхенбаумом, отсюда все и началось. Приглашение в Пушкинский дом было в сущности большим успехом, но он происходил на фоне всеобщего горя. Противоречия в этом нет. Вся моя работа была одушевлена чувством внутреннего сопротивления. Я была в Ленинграде у Анны Андреевны в ее новой чужой комнате. В шкафу не задвигался нижний ящик. Мешали сукари, припасенные для посылок к Леве. На полу валялся мешок. Я покупала какие-то консервы, куда-то ходила по поручениям Анны Андреевны. В мастерской Осмеркино было холодно. От напряжения успеха, тоски, ленинградского климата, беготни я заболела и уезжала с очень высокой температурой. Попала в вагон, в котором возвращалась экскурсия рабочих Харьковского тракторного завода. Они пели хором революционные песни. Мне досталось верхнее боковое место, на которое надо было вспрыгивать. Голова у меня окружилась, я не могла взобраться, попросила кого-нибудь поменяться со мною. Ни один бодрый парень не согласился. Всю ночь кругом храпели, а я стояла в проходе. Кто-то из жалости разрешил мне присесть у него в ногах на нижней полке. Чувствуя свое унижение, я согласилась. В Москве моим единственным желанием было поскорее добраться до своей постели. Когда я отворила дверь нашей квартиры, в коридоре раздался телефонный звонок. Мама сказала, «Это, наверное, тебя. Николай Иванович звонит уже три дня подряд. Сегодня он уже звонил опять». Да, это был Харджиев. «Приезжайте немедленно». Я совершенно больна, потому что вошла в дом. «Приезжайте, не могу. Эмма, приезжайте, необходимо». Я приехала. На такте лежала Надя. Посылка пришла обратно. Осип Эмильевич умер. Мы сидели целый день вместе. Надя иногда вставала, садилась на постели, что-то говорила, рассказывала о Фадееве. Он заплакал, узнав о смерти Мандельштама. Великий поэт погиб. Надя горько усмехнулась. Не сберегли, а теперь преувеличивают. Оси невеликий поэт. Хаджиев пошел посадить меня в такси. С Надей оставался поэт Петников. Он жил на юге, приехал в этот день в Москву, предполагал остановиться у Хаджиева, но застал здесь Надю с ее сокрушительным известием. Дома я свалилась и пролежала три недели. Как они там? В Ленинград я послала два сообщения о смерти Осипа Эмильевича. Рудаковым я живописно изобразила мое положение в поезде и, между прочим, вставила фразу «Надя овдовела». Сергей Борисович сразу разгадал в чем дело и сказал жене «Мандельштам умер». Она никак не могла понять, как я могла такое страшное известие вставить в это бойкое письмо. А не Андреевне я написала то, что уже цитировалось. Моя подруга Лена родила девочку, а подруга Надя овдовела. Надя уехала к Галине Мек в Малый Ярославец. Ранней весной я пошла в большой зал консерватории, желая попасть на концерт заграничного гастролера. Билеты были распроданы. Я стояла у входа в надежде купить у кого-нибудь лишний билет. В празднично возбужденной толпе я неожиданно увидела Надю. Она стояла в берете и кожаной куртке, только немножко похожая на себя. Нельзя было сказать, что она похудела. Нет, она как будто высохла и в таком виде окаменела. Кожа обтягивала ее лицо. Она говорила односложными неправильными фразами. Ее не интересовал заграничный виртуоз. Она хотела послушать музыку, которую любил Ося. На афише значились его любимые вещи. Я ушла домой, чтобы не конкурировать с Надей в погоне за билетом. Я почувствовала, что если она останется одна, люди не пройдут мимо нее. Сухой блеск ее глаз был нестерпим. Продолжение следует... Продолжение следует...